Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем прохождение Surviving Mars на максимальном уровне сложности. Это уже четвертая серия. В предыдущих сериях мы смогли сделать вот такой вот промышленный район, в котором у нас раньше добывался бетон, но когда он закончился, мы вот эту бетонную часть перенесли на север. Также мы в предыдущей серии запустили два купола и привезли сюда 42 колониста. Посмотрите, у нас уже родились два колониста, и уже начались первые проблемы. У них голод, нужно что-то решать. Мне кажется, что можно решить вот таким способом, поставить здесь увеличенный приоритет и ограничить количество людей, чтобы сюда не набежали люди. Все, отпускаем, и я читаю все ваши комментарии, так как это видео интерактивное. Вы в своих комментариях подсказываете мне, что делать для того, чтобы колония успешно развивалась. И первое, что вы заметили, что моей колонии критически не хватает электроэнергии. Поэтому я сразу же сейчас поставлю солнечные панели. Мне предложили поставить 15 солнечных панелей. Я думаю, 15 будет много, к тому же я всегда комбинирую. Я поставлю, например, давайте вот так вот, 4 здесь, солнечные, и здесь сразу же поставим аккумулятор, еще один. Мне предложили 3 аккумулятора дополнительно сделать. Вот здесь вот один уже будет. Так, 4 здесь. Вот здесь, наверное, тоже влезет одна солнечная панель. Да, влезет. Даже две, наверное, здесь влезет. Так, две, чтобы здесь нормально дроны ездили. И еще, я думаю, построить парочку ветрогенераторов. Почему я такой смелый? Я знаю, что ветрогенераторы тратят драгоценные запчасти, но у меня по плану в науках сейчас исследуется 3D-машиностроение. У меня будет собственный машиностроительный завод. А так как у меня металлы пока, слава богу, есть, я буду вот здесь вот построю машиностроительный завод и буду добывать. Кстати, мне сейчас, знаете, какая идея в голову пришла? Давайте посмотрим, дотягивается ли до... Нет, не дотягивается. Я думаю, что школой можно... Жалко, она уже почти... Да нет, она еще долго будет строиться. Мы ее, знаете как, мы ее не будем уничтожать, мы ее просто перенесем. Потом построится и построится, не построится. Лучше здесь вот мы... Вот это место забьем под машиностроительный завод, который изучится буквально через пару совов. Колонисты голодают. Здесь тоже все хорошо. Бетон у нас... Еда, вернее, у нас пока есть. Она, кстати, уменьшается, это плохо. Нам надо поставить какие-то приоритеты, потому что дрон тупят, я знаю. Они не понимают, что им делать. Давайте поставим красивые такие виды. И здесь запчасть. Вот еще что. Мне обратили внимание, что у меня очень мало вот этих вот особых материалов. А в частности запчасти и электроника. И, ну, я уже сказал свой план. Вот здесь мы поставим машиностроительный завод, тем самым мы решим проблему с запчастями. И чуть позже, я надеюсь, что мы изучим здесь... Вот у нас уже есть завод электроники. Я бы даже, знаете, что сделал? Вот давайте думать логически. Марсианские образования, марсианский университет, построить мы сейчас никак не можем. Как бы нам это ни хотелось. У нас нет 15 электроники, а возить 15 электроники с земли было бы очень и очень накладно. Общая подготовка нам прям жизненно необходима. Мы ее оставляем. Деньги нам тоже нужны, потому что у нас всего 500 миллионов осталось. Если, не дай бог, сейчас мы закажем... А мы точно сейчас закажем запчасти. И чуть-чуть электроники. Поэтому нам надо привезти деньги. Практичные сельхозкультуры. Ну, не знаю, наверное, их можно вот так вот пока отступить. И вместо них сделать завод электроники. И дальше, что здесь такое первые необходимости? Ну, вот рожденные на Марсе обучаются лучше. Причем они как, только в университетах проходят курсы лечения. А также бы... Вот, достоинства в школах. Да, давайте оставим, потому что школа у нас, надеюсь, построится здесь. Теперь, смотрите, с электроэнергией мы решили. С... Челнок, челнок. Да, я думаю, что нужно вызвать нам челнок для того, чтобы привезти запчасти на все 17 миллионов сел остается. Давайте еще немножко электроники привезем, потому что без электро... Вообще 3 миллиона осталось. Я запускаю, потому что без запчастей нам никак не жить. И у нас уже летит ракета к Земле, которая везет экспорт 38 редких металлов, которые мы нашли на планетарных аномалиях. Когда я уже отправил ракету обратно на Землю, у меня вдруг пришла идея. Я вот зациклился, что у меня 7 охранников. И, кстати, вы не заметили, почему-то не подсказали мне в комментариях такой очевидный факт. Вот здесь, конечно, мы не можем отправить, но вот это, которое с самого начала игры у нас есть, ну, необычный проект. 5 любых людей у нас на тот момент уже был. Можно было сюда прилететь, исследовать вот этот вот проект, и что-то бы мы, надеюсь, хорошее получили бы. Пока с конкурентами не будем разговаривать, отпускаем. Что у нас такое? Rockspace требует ваше внимание. Не люблю я такие вещи, но ладно, это испытание. Смотрите, знаменитая группа Rockspace хочет выступить вживую на Марсе. Состоится большой тур по разным колониям на Марсе, и все транспортные средства уже покрыты. Менеджеру нужно только разрешение на подготовленный для выступлений купол. Общее улучшение у колонистов на 25. Это очень хорошо. Знаете, почему это хорошо? Потому что нам сейчас нужно рождаемость как-то увеличить. У нас и так хватает проблем. Не нужно зря раскачивать лодку. Я что предполагаю? Что, скорее всего, у нас что-то сломается. Но я думаю, мы это сможем построить. Если, конечно, не будет никаких природных катаклизмов. Давайте попробуем. Да, настроение колонистов нам нужно. Погнали. Так, что такое эффект? Концерт привел к появлению нескольких трещин в конструкции куполов. Нужно было лучше думать. Но зато у нас колонисты стали более веселые. Давайте посмотрим. Так, душевная равновесие. Это комфорт. Да, наверное, душевная равновесие увеличилась. Где у нас какая? Всего одна трещина. В основном куполе, что ли, я понимаю? Ну-ка. Да, в основном куполе. 15. Да, расплатились мы настроим. 15 полимерами. Это очень плохо. С голодом. С голодом мы справились. Очень хорошо. И меня волнует, что здесь всего одна запчасть. Правда, вот летит ракета. А здесь что у нас с запчастями? Здесь вообще нет ни одной запчасти. А внизу? Внизу тоже нет. Если что-то случится, то здесь работать не будет. Пока у нас тут добывается. А, нужно увезти топливо. Кстати, вы тоже в своих комментариях сказали, что так делать нельзя. Вот так вот оставлять топливо. Потому что, может, и тут нельзя на складе оставлять. Может все рвануть. Будет все очень и очень плохо. И давайте отвезем топливо наверх. Это первое. И еще, я знаете, что думаю, нужно сделать? Я думаю, когда заполнится это все. Ну, вот сюда выгрузим сейчас. Так, все, 30. Здесь вот у нас работают два экстрактора, но нет для него свалки. Поэтому шлаки будем отвозить, ну, вот куда-то вот сюда, например. Да, вот так вот. Чтобы дроны могли вывозить шлаки. Сделали. И я даже думаю, вот что сделать. Отсюда взять немножко металлов и перевести их на юг, потому что здесь совсем нет металлов. Мало ли что может случиться. Вот здесь вот выгрузим. И у нас, а, у нас еще заправленные ракеты стоят с металлом и полимерами. Вот, кстати, мы отсюда сейчас можем взять полимеры для ремонта купола. Почему-то долго не строится купол. Неужели там нет вверху полимеров? Я помню, что там целый склад здесь есть. Трещина должна уже была сделаться. Так. Все, прилетели. Здесь можно высадить. 3D машиностроение. Наконец-то мы это сделали. Давайте здесь сразу же, недолго думая, поставим машиностроительный завод. Начиная его делать, даже бы я какой-нибудь приоритет бы увеличенный сделал. Трещина. Ой, у нас так, стоп. У нас с электроэнергией большие проблемы. А почему? Непонятно почему. Давайте вот электроэнергию увеличим. У нас нет заряда. Я думаю, что переохлаждение. Беспокойство. Нужно как этот момент пережить. Сейчас, да, пошел заряд нормально. Сейчас они сделают вот этот вот. Мне кажется, не хватит ветряков. Поскольку они дают по 17, по 17, ну да, по 17,5, по 17. Поэтому я думаю, тем более, если мы сейчас построим наш вот этот вот нижний завод, то надо где-то здесь еще построить парочку вот таких вот ветряков. Ну, накладно. Знаете, что я думаю? Надо построить еще один парочку солнечных панелей. Вот здесь. И они будут обеспечивать энергобезопасность вот этого, этой северной системы. Здесь у нас все в порядке. Проблема. Три постройки не работают. Какие? Большая солнечная панель. Она нам не нужна. Ее даже может лучше снести, чтобы она нам глаза не мозолила. Вот так, закроем ее. Так, еще что не работает. Забился склад шлака. Ага. Так, у нас тут проблема. Раз, два. Раз, два. Все. Сейчас они быстро все разгребут. Я думаю, что здесь построить еще одну свалку где-нибудь, чтобы не мешалось. Так, аномальный холод. Вообще классно. Просто классно. У нас ничего не готово к аномальному холоду. И он будет всего через один сол. Надо, конечно, построить еще одну вышку исследовательскую. Если кто не знает, то вот эти вот, сейчас покажу, исследовательские вышки. Где они у нас? Вот такие исследовательские вышки. Они заранее предупреждают нас о всяких катастрофах. Об аномальных холодах, полевых бурях и прочей нечисти. Поэтому сейчас, где у нас здесь транспорт? Он выгрузил полимеры. И давайте сразу заберем здесь и металлы. Так, заберем отсюда металл. Увезем все это наверх. Выгрузим все это. И аномальный холод. Так, нам нужно включить срочно котел. А у нас еще он сломанный. Так, давайте ремонтируйте, ребята, его. С электроэнергией надо как-то разобраться. Пока заряд идет хороший. Но все, машиностроительный завод заработал. Сюда сейчас привезут металлы. Так, смотрим, сколько? 14, 0. Почему 0 на обслуживание 1? Ну, сейчас, видимо, соло еще не закончился. Школу нам тоже прям нужно построить. Сколько у нас детей уже родилось? 4 марсианина. Ну, я думаю, первой необходимости это нужно... Все, сейчас достроит нам генератор. Потом достроит вот второй генератор. Генератор. Потому что нам электроэнергия сейчас важнее. 20 часов всего осталось. А ты, мой друг, что ты сделаешь? Ты сейчас возьмешь немножко совсем отсюда запчастей. именно запчастей. Вот так вот хватит. И отвезешь все это вот сюда. Я, знаете, что думаю? Смотрите. У нас всего один ДО-координатор. Уследите за тем и за другим. Мы, скорее всего, не сможем. К тому же топливо у нас навалом. И нам вот эти вот ракеты как бы отправлять особого смысла сейчас нет. Поэтому я предлагаю сделать следующее. Заглушить все постройки. Тем более, вот смотрите, мало воды. А если мы сейчас включим еще здесь обогреватель, у нас вообще вода закончится. К тому же постройка еще сломана. Да. Теперь я уже ни капли не сомневаюсь. Мы не будем следить за вот этим южным сектором. Тем более, смотрите, у нас почти здесь все уже заглушено. Так, выключаем. Теперь электроэнергию вырубаем. И здесь тоже вырубаем. Все. Мы все постройки отключили. Кроме вот этих двух тоже отключили. Так, здесь нас ничего не будет отвлекать. Мы полностью сосредоточимся на работе вот здесь. Сейчас сюда привезет у нас... Где он? Вот он везет запчасти для того, чтобы если сломается бетонный экстрактор... И знаете, что сюда нужно еще привезти металл? Да, сюда нужно привезти металл обязательно. Сейчас мы быстро это сделаем. Я думаю, кстати, металл можно вот отсюда забрать. Потому что ракету по-любому нужно как-то выгружать. Отремонтировали они? Да, отремонтировали. Очень большой диаметр. Я, кстати, думаю, немножко уменьшить. Знаете, я тут узнал секрет. Если хотя бы одна точка синяя касается здания, то она ее уже обслуживает. Все. Зарядка есть. Правда, это все с панелями. Тут у нас все в порядке. Аномальный холод через 11 часов. Мы к нему, в принципе, я надеюсь, подготовились неплохо. Вот эти, правда, еще нужно сделать. Солнечные панели для того, чтобы дополнительно... Так, здесь у нас... У нас запчасти все порастаскали. Куда? У нас куда-то все запчасти. Я знаю, куда. У нас все запчасти на строительство вот этих ветряков. Смотрите. 17 раз, два, три обеспечивают работу вот этого машиностроительного завода. Он, кстати, замерзнет. Да, он замерзнет, потому что он не входит в зону обслуживания. И он будет потреблять не 50, а 100. А сейчас у нас запас 139, но это днем. Поэтому, если что... А, он в куполе не замерзнет. Поэтому, если что, я думаю... Ну, пока нет. Оставим одну смену, полностью забитую. Все пока хорошо. Так, это мы тоже разбираем, чтобы здесь нам глаза не мозолило. Опять у нас с запчастями с электроникой проблемы. Что мы там сейчас изучаем в науках? А в науках мы изучаем... Так, общая подготовка обязательно. Потом мы привезем деньги. У нас всего 3 миллиона осталось. Потом завод электроники обязательно нужно, чтобы полностью стать самостоятельными. И рожденные на Марсе. Знаете, почему я изучаю вот именно вот рожденные на Марсе? И надо было вот еще ферму увеличивать комфортность. А лучше даже вот. Лучше биотехнологии в куполе. Нам нужно здесь открыть выпариватели. Почему? Да просто потому, что у нас вот этот вот экстрактор воды... Ну, смотрите. Ну, не то, чтобы сказать, что уже заканчивается. Но скоро закончится. Он половину примерно. Ну, всего треть, наверное, он съел. Три, две трети осталось. Но это будет плохо. Уже они очень быстро заканчиваются. Смотрите, мы проиграли. Всего соловь 10. Так, сейчас начнется аномальный холод. Весь южный район мы отключили полностью. Вот, только водонапорную башню отключили. Все, теперь мы полностью отключили. Смотрим здесь. Так, в такие важные моменты, как мне говорят, нужно всегда сохраниться. А я играю вживую. То есть, ну, грубо говоря, это прямой эфир. Я никогда не перезаписываю свои записи. Все записываю с первого раза. Поэтому вот меня тут обвинили. То, что я там невнимательный или еще чего-то. Да, я могу взять, переиграть момент. Где-то я там слукавлю. Где-то вас там обману. Но я играю. Я поступаю с вами честно. Я не хочу вас никого обманывать. Я все делаю честно. Так, как я бы, ну, с вами другом. Потому что все вы мне друзья. И все вы тоже интересуетесь в Surviving Mars. Школа, да, школа строится, начала. Бетона нет. У меня есть такое страшное предположение. Что? Да, здесь есть бетон. Давайте, я думаю, ускоряться будем. Здесь постройка отремонтирована. Опа, сломалась. Так, у нас стоп, у нас сломалась. Ну, сейчас мы как раз вовремя везем металл. И сейчас ночь пока еще, да? Да, ночная смена. Кстати, за одну смену постройка никогда не замерзнет. Я не понимаю, почему не едет. Потому что на паузе стояло. 11. Мы запоминаем, что у нас 11 запчастей. 11. И будем надеяться, что хотя бы запчасти прибавится. Давай выгружай, мой друг. Быстро ремонтируй все, чтобы в дневной смене все запустилось. Запчасти есть? Есть. Я знаешь, что хочу? Извини, пожалуйста, но я у тебя заберу. Хорошо, что мы вот так вот отвезли сюда. Так, сколько раз? Два. Все, два. И весь бетон отсюда мы заберем. Можно ускориться, кстати. Вот. Все отвезем сюда, потому что проблемы здесь нас ожидают немаленькие, если мы сейчас не привезем все эти ресурсы. У нас вот эта постройка, насколько я помню, да, она уже заканчивает свой ресурс. И экспорта 912 миллионов. Отлично. Давайте посмотрим. У нас 912 миллионов. 915. Да, у нас всего было 3 миллиона. Кстати, вехи мы сделали. Первый марсианин вообще молодцы. Мы последние, кто пригласили колонистов, но первыми сделали эту веху. Ой, прям отлично. С миссиями у нас не все так радужно. Одну миссию мы сделали, 5 челноков получили. Уже, наверное, штуки 3 мы отправили на нашу колонию. Просканировать аномалии на карте, ну, это довольно сложно. С нашими ограниченными ресурсами, в 10 постройках мегакупол, это все в будущем мы сделаем. Сейчас у нас все работает. Я бы все-таки, наверное, уменьшил для того, чтобы следить и не прозевать какой-то супер важный момент. Например, что у нас вода вдруг перестанет поступать. Днем у нас идет зарядка, но она очень почему-то медленная. Кстати, он 50, да, он потому что в тепле. Все, детишки, приходите, смена открыта. Можете заселяться. Сколько у нас детей-то? Уже 7 человек. Сейчас вся эта школа заселится детьми. Класс. Она достроилась. Здесь у нас... Во, мы уже 4 запчасти. Смотрите, да, 14. Все, классно. Теперь будет работать. Я даже, знаете, как думаю, сделать? Мы здесь поставим склад запчастей для того, чтобы не вот с завода... Так, а где здесь делать, чтобы они нормально катались? Вот так, может быть. Вот так, чтобы никому не мешалось ничего. Даже было вот здесь нужно было поставить стоп. Вот здесь сейчас поставим. Он еще будет лучше. Где у нас склад запчастей? Вот так вот, я думаю. Здесь он вообще никому не помешается. А сюда будут рабочие вывозить запчасти вот с этого завода. Отлично. Пока все классно. Но у нас, если так быстро рождаются дети, у нас сейчас начнется проблема с жильем. Смотрите, свободное жилье 6. А, это всего 6 свободное. Ладно, пока мы можем себе позволить. Если что, придется вот здесь, я думаю, снести один жилой комплекс и на его месте построить, к сожалению, квартиры. Кстати, как у нас с душевным настроем и с комфортом? Душевный настрой уменьшается, а комфорт увеличивается. Я видел только что. 66. Отлично. А здесь у нас сколько? А здесь 57. Все сферы услуг игры заняты. Я вот здесь освободил одно место, чтобы здесь построить купол. Кстати, нам придется устроить купол где-то здесь еще. Как у нас там координатор справляется? Все пока хорошо. Запчасти для ремонта есть. Железо тоже есть для ремонта. Топливо, вернее, как бетон у нас здесь набрался немножко. Давайте его заберем оттуда. И за южным районом мы вообще не следим. И нужно было вот сюда еще один координатор для того, чтобы заправить эти ракеты. Вот здесь еще, кстати, есть металлы. Отлично. Сейчас мы их все заберем отсюда. Будет такой у нас резерв. Давайте ускоримся для того, чтобы как-то быстрее это все продвигать. В общем, смотрите, 5 солов. Ужасно, конечно. Но я думаю, что мы сможем, если все будем делать правильно, мы сможем все вытерпеть и выжить здесь. Я, видимо, опять заговорился, смотрел в другое место и забрал отсюда бетон. Вместо того, чтобы его здесь выгрузить. 13 идет заправка. Пока нам электроэнергии хватает, нужно посмотреть, будет в ночное время, как будет происходить разряд. 4 соло, одна постройка не работает. Запчасти я видел. У нас вон уже 5 штук. Да, 15 действительно стало. И вот смотрим сейчас важный момент. 18. Это довольно много. Да, это довольно много. Но главное, я всегда говорю, что примерно так вот чуть больше середины, если она уменьшается за ночь, это плохо. Две аномалии были найдены. В каком интересном месте? Ну, конечно же, в таком месте, где мы не достанем. Здесь у нас ждет второй разведчик, который мы туда привезли. И сейчас нам только не хватало еще какого-нибудь метеоритного дождя, например. Если бы бабахнул, тогда бы... Ну, у метеоритного дождя есть обратная сторона, приятная. Что может быть какая-то случайная аномалия появится на карте. Так, у нас максимальная скорость, и я не контролирую ситуацию. Заговорился совсем. Давайте смотреть. Во-первых, научная лаборатория. Она у нас дает. Здесь 600 у нас очков науки. Социальные мы сейчас исследуем. Потом деньги получим. Хотя у нас кое-какие деньги уже есть. Потом исследуем завод микроэлектроники. Я что думаю, ребят? Я думаю, к сожалению, минус 82 электроэнергии. Так, у нас цепь единая? Да, цепь у нас единая. Это хорошо. Вода тоже на пределе. Кстати, с водой у нас соевые бобы. 60 будет 70, и потом на 10 уменьшится. Ну, ладно, выживем. Кстати, еда потихоньку-потихоньку уменьшается. Пока с этим все мы предусмотрели. С этим все хорошо. Редкие металлы у нас уже накопились. 35 штук. Вот как хорошо-то. Слушайте, а что если действительно ракету? Давайте ракету запустим с земли. У нас она там. Ну, привезем что-нибудь. Так. Электронику, например, привезем. Запчасти у нас прибавляются. Но это тоже рискованно. Мало ли что случится. Вот так вот, например. 10 электроники. Так, и мы сейчас еще плюс 500 будет. Вот так вот даже. 15 электроники и 5 запчастей на всякий случай. Для чего? Я эту ракету хочу сейчас привезти сюда. Во-первых, я хочу выполнить вот эту планетарную аномалию. 5 человек мы спокойно можем сюда отправить. А во-вторых, я потом увезу вот эти редкие металлы. Их 35. В ракету, если я не ошибаюсь, влазит всего 30. Да, вроде бы 30. 5 останется. Нам это хватит для того, чтобы запустить завод электроники. Я не люблю. Вот, кстати, многие обрадовались, когда вышло дополнение Space Race. И многие обрадовались вот этим вот маленьким заводом электроники и маленькому машиностроительному заводу. Но вдруг оказалась обратная сторона, что они, ну, неэффективны. Они очень мало производят. И практически чуть ли не на уровне самоокупаемости они работают. Поэтому я бы вот все-таки изучил нормальный большой завод электроники. И нам его куда-то надо будет поставить. Оставить нам некуда. Поэтому надо заранее запланировать. Давайте пока на маленькой скорости. Я думаю, мы не пропустим. Будем сейчас рассуждать. Так, с водой нормально. Нам надо поставить где-то купол. Во-первых, какой купол у нас есть? Цилиндрический. Ага, кумикро. Без полимеров. Но с полимерами у нас пока все хорошо. И базовый. 80 бетона. Нет, бетона мы не можем потратить 80. Это очень много. Ну, это нереально. Поэтому либо 40, либо... Вот, 50. Все. Я решил. Ставим цилиндрический купол. Теперь надо думать, куда. И тут вот как раз вторая проблема. Первое. Поставить сюда и здесь поставить у нас ДУ. Вот это вот с СУ дронами. Чтобы он обслуживал вот этот вот зад и... А может быть даже здесь где-нибудь поставить, кстати. Чтобы вот эти вот металлы... Где тут раз металл? Все, только один металл. Здесь красивый вид. Красивый вид дотянется? Да, дотянется. Но очень будет далеко. Мы... Тут посмотрите. Я хочу их все объединить. Все купола я хочу соединить в единое целое. Поэтому нам придется... А вот ставить вот этот вот с СУ дронами я не хочу. Почему? Потому что он там сколько? 8 электроники тратит. Это очень много. Как же нам тут быть? Давайте все прикинем. Скорость маленькая. Давайте прикинем, во-первых, с куполом. У меня есть два предложения. Первое предложение. Поставить цилиндрический купол. Вот так вот. Ну, может это еще вот сюда. Но давайте тут снесем постройку. Вот. Чуть-чуть повыше даже. А, повыше не можем. Там неровности. Так что ищем первый. Вот первое положение. Ну, это не очень хорошее предложение. Во-первых, здесь будет, когда переход, ну, вот между куполами, он очень будет короткий. А, если вот так? Во! Вот так. Но тогда мы не сможем нормально проезжать наверх. Придется вот дроном объезжать вокруг. А, они через купол могут ездить. Правильно. Они могут ездить через купол. Как раз вот вход слева, выход справа. Или... Ну, все. Блин. Или у меня есть второе предложение. Поставить купол вот куда-то вот сюда примерно. Так. Ну, чуть на удаление. Вот. Хорошее тоже. Тогда нам не нужно будет строить циодронами номер два. Вон этот купол у нас здесь будет стоять и обслуживаться. Вот тем нашим первым циодронами. Смотрите, докуда он достигает. Он добивает вот аж до треугольного купола. Так что здесь будет вполне нормально и адекватно. Я читаю все ваши комментарии. Вы предложили назвать купола не один и два, как я назвал их. А альфа, бета, гамма. Ну, просто прекрасное название. Давайте так и назовем. Будет сразу все понятно. Итак, это у нас будет альфа, альфа и омега. Альфа, это будет бета. Я просто не знаю, как это правильно пишется. Двумя или бета. Бета, пусть будет с одним. Так красивее. Так. И гамма мы поставим. Блин. Ну, вот действительно. До сюда мы не дотянемся до этого металла. По-любому. Здесь поставить мы у нас не дотянется переход. Так что наиболее оптимально ставить купол в этом месте и ставить его цилиндрическим. Поэтому я принимаю решение ставить его здесь. Так. Ниже уже нельзя. Повернуть. Вот. Повернуть можно. Холодная местность. Но здесь дрона нормально проезжать не будут. Все-таки, наверное, лучше построить его прямой, этот купол. Давайте попробуем. Вот так вот. Здесь он совсем чуть-чуть задевает. Даже почти вообще не задевает. Да? Да. Это нормально. Так что он купол загрязнять не будет. Здесь мы построим переход. Вот у нас как раз есть точка для перехода. Все. И у нас всего 50 бетона. Нам надо, кстати, привезти этот самый бетон вот отсюда. Накопился? Да, накопился. Отлично. Сколько здесь, кстати, здесь у нас 17 бетона. И когда закончится аномальный холод, я вот сюда высажу ДУ дронами. ДУ координатор. Для того, чтобы он здесь построил и обслуживал эту постройку. Кстати, а что ждать? Деньги у нас есть? 300. Да, есть. Давайте посмотрим, можем ли мы действительно, например... Блин, нужно было ракетой. Что ж я наделал-то? Вот если бы я играл бы, хитрил бы, обманывал бы вас, я бы сейчас отменил бы, перезагрузился бы. И вот эту вот ракету бы я бы отправил уже с ЦУ координатором. Но я так делать не буду. Я отправлю сейчас с челноком. А на челноке денег не хватит. Так что тут муки выбора нам не грозят. Да. Он все равно не сможет прилететь. Ладно, тогда эту ракету отправим, когда обратно на Землю. С металлами редкими, которые у нас уже довольно хорошо поднакопились. Где-то вверху, кстати, они поднакопились. Вот. У нас здесь уже 36. Кстати, мне казалось, было 38. Но ладно. Здесь что с электроэнергией? Пока все хорошо. Всего 4 сола осталось. Можно ускориться. Здесь мы собираем весь бетон, который только можно. Привозим его. О, здесь у нас даже накопилось. Отлично. Просто класс. Уже начали даже строить. У нас полимеров вообще навалом металла. Ну, так себе бетон. Тоже есть. Что еще тут можно предпринять? Я бы, знаете, что сделал? Я бы вот отсюда, с юга бы, перевез все топливо наверх. Оставил бы только то топливо, которое нужно для заправки ракет. И выгрузил бы примерно вот где-то в этом районе. Здесь нужно поставить собственный топливный склад. Ну, вот здесь вот, например. Я думаю, он сообразит и выгрузит где надо. Что у нас здесь? Здесь отремонтировался, отремонтировался. Здесь тоже все в порядке, ничего не замерзнет. Здесь у нас вроде бы есть одна запчасть, даже две. Здесь пока ночь, все хорошо. Как у нас с детишками? Там 11 марсиан! Ой, как! Смотрите сколько! Так, и у нас впереди нас ждет проблема. У нас вакансий, понятно? Я имею в виду жилья. Вот, свободного жилья 3. Пока есть, но здесь надо будет срочно сейчас строить жилье для новых этих маленьких детей. И, кстати, я бы здесь им сделал какую-нибудь такую микроинфраструктуру. Сколько там металла осталось? Ну, довольно много. Хорошо, сейчас все здесь исследует. Пока все идет по плану. Я бы даже сказал, по очень хорошему плану. Здесь он возит с юга на север. Здесь у нас стоит под защитой вот этого купола. Здесь ждет обслуживание ДО-координатора. Кстати, может быть, можно отсюда взять его на какое-то время? Быстро заправить там топливо? Смотрите, здесь не сломается. Здесь не сломается. Здесь, ну, здесь он может сломаться. Но тогда, да, давайте успеем. Я думаю, чем быстрее отвезем, тем лучше будет. Чтобы улетели эти нафиг ракеты. Здесь нам не морочили, не мозолили глаза. Так, все. Купола под электроэнергией. Половина все-таки уменьшается. Еще три соло осталось. Успеют ли они разрядиться до конца? Мы можем немножко эту ситуацию скрасить тем, чтобы построить, ну, например, еще один, одну солнечную панель. Вот так вот. Если мы построим, будет добавка вот к этим всем накопителям энергии. Так, загадочная ракета. Требуется ваше внимание. Это что, испытание какое-то? Смотрите. На орбите появилась загадочная ракета, и она сигнализирует о готовности к посадке. Связь с ракетой осуществляется на уровне автоматических систем. Команда, если она есть на борту, пока не откликается. Никто не заявил о том, что владеет этой ракетой, но на ее поверхности нет никакой маркировки. Так что мы не можем... А, так что мы, наоборот, можем поступить на свое усмотрение. Что же случилось с этой ракетой? И все-таки не забывайте об осторожности. Времена непростые. Даже на Марсе есть множество любителей грязной игры. Так, во-первых, смотрим специальное предложение. Какой-нибудь там космолетчик или там бизнесмен. Так, таких нет. Тогда выбираем. Возможно, экипаж в беде, нужно срочно дать разрешение на посадку. Но я не думаю, что ракета же земная. Просто у них отказали, например, систему связи. Дальше. Будем два сола наблюдать за ракетой, потом посадим ее. Это знаете, на что наводит нам мысль? Что если мы будем два сола наблюдать за ракетой, то если тут правда, например, люди, они отремонтируют радиостанцию и передадут нам какую-то передачу. Или дальше. Мне приходило читать Илья Дугомера. На этот трюк я не поддамся. Не будем обращать внимания. Но это паранойя какая-то. Я выбираю между первым и вторым. Я так понимаю, что если там... Давайте надеяться на хорошее. Сколько раз нам Акро подкидывало плохое, должна же она когда-то дать нам хорошее. Поэтому надеемся на хорошее. Если я буду два сола ждать, то наверняка вот этот вот эффект уменьшится. Может быть, здесь запчасти электронику привезли. Кстати. А, экипаж тут люди. Люди не могут летать вместе с запчастями. Я на свой риск нажимаю цифру 1. Возможно, что экипаж попал в беду. Так. И что произошло? Вот. Требуется ваше внимание. Так. Вы контролируете ракету во время посадки и отправляете к ней специалистов для осмотра. Внутри много пищевых продуктов, подготовленных специально для марсианской колонии. Эксперты проверили пищу и подтвердили, что она совершенно безопасная. Никто с нами не связался, чтобы забрать ракету. Так что груз мы оставим себе. Сегодня нам улыбнулась удача. Сколько? 100 еды. Ну, такое. В принципе, еда нам, конечно, нужна. Но я бы лучше бы... Там же сказали, экипаж был. Куда экипаж делался? Как быстро построился купол. Я бы даже сказал, моментально. Давайте вспомним, сколько он кушает электроэнергии. 15. Следовательно, нам нужно будет запастись. Плюс 15 еще. Сейчас у нас выключено. Минус 18. Так. Ну, нужно будет построить здесь собственные. Докуда у нас дотягивается цукула? А, тут нормально еще место. Вот здесь мы построим. Топливо. Что у нас там с топливом? Заправляются обе ракеты. Одна уже готова. Сейчас она улетит. Нет, она улететь не сможет, пока не разгрузит ее. А вторая пошла на заправку. И нужно не проследить тот момент, когда... Здесь хорошо все. Здесь, в принципе, еще можно. И здесь тоже можно. Здесь пока все у нас нормально. Так. Купол без жизнеобеспечения. А, это построенный. Ладно, это приятная новость. Сразу же делаем переход. Кстати, вот. Если вот так построить... Во! Это будет лучше всего. Да, сделаем так. А вот здесь будет пангус для того, чтобы переезжали дроны и машины. Отлично. А здесь мы что-то можем еще достроить. Что, например... Так, солнечные панели... Ну, нет, солнечную панель не надо. Что у нас, кстати, с людьми? 28 из 28. Здесь... Опа, стоп! У нас уже нет места. Ну, мы сейчас здесь сделаем. И ферму... На ферме работают люди. Здесь люди тоже работают. Пока все хорошо. Одна постройка не работает. Но это замерзший. Давайте, наконец-то, поговорим с нашими друзьями. Меня назвали попрошайкой. То, что я все время что-то прошу, ресурсы. Я считаю, раз в дополнение Space Race сделали такую возможность, это будет правильно. К тому же, например, я думаю, это подготовка к мультиплееру в этой игре. И я бы также бы со своим другом, например, играл. Я бы у него попросил, к примеру, смотрите, у него много металла. Я бы у него попросил металла, взамен бы дал ему там топливо. Кстати, вот смотрите, у него довольно мало топлива. Или бы запчасти. У меня запчасти, например, начали делаться. Мы бы с ним по-любому бы договорились. Поэтому давайте, во-первых, обменяемся какими-то технологиями. Смотрите. Они согласны обменять микрогравитационные медицины, а нам систематическая подготовка. Я помню, что это бесполезное, связанное с профессиями. Ну, для того, чтобы продвинуть саму науку вперед, это сделать можно. Да. И это, кстати, немножко улучшает отношения. И здесь же сейчас посмотрим, что мы можем насчет ресурсов. Во-первых, особые ресурсы. Никакие они нам дать не могут, у них ничего нет. Ну, а основные ресурсы, нам нужен бетон. А у них тоже, кстати, нет бетона. Можно пищу попросить, металлы. А металлы нам будут нужны для построек. Поэтому, да, пусть ухудшатся отношения, но мы возьмем у них металлы. Здесь 12, посмотрим технологии. Я, кстати, понял, что вот этот вот обмен технологиями, она работает, когда больше 21 становится. Здесь у них может быть полимера попросить. А почему бы и нет? Да, давайте у них запросим полимер, минус 8 отношений. А здесь двоечка. Ну, с ними лучше не рисковать. А то они обидятся, даже если мы просто зайдем в это меню. Такое бывало уже не раз в этой игре. Так, у нас что-то увеличенная скорость. Исследование завершено. Это какое у нас исследование завершено? Я не совсем... Вот я говорю одновременно, когда говори... А, это нам дали исследование. Всё, я понял. Один купол без жизнеобеспечения. Сейчас достроится пандус, через него передастся. Электричество, вода, вода. Стоп, у нас минус 2 воды почему-то. Почему у нас минус 2 воды? Да, смотрите. Раз купол, вода. Два купола, это два. Три, четыре. Так, у нас что, уменьшаться начало? Да, у нас начинает уменьшение. А здесь он ещё не подключен, следовательно. Или он просто считает общую, теоретическую, минус 2. На самом деле, не должно быть сейчас минус 2. Электроэнергии тоже нам не хватает. Но с электроэнергией-то ещё ладно. Мы с ней можем разобраться. У нас вот металлы, к примеру, есть. К тому же они добываются. Мы можем здесь сейчас построить... Так, где-нибудь вот здесь, например. Солнечную панель. Раз. Вот так вот. Два. И третья не влезет. Да, тогда нет смысла. Третья, кстати, может влезет здесь. Давайте посмотрим. Да, вот так вот влезет. Ну, давайте пока две вот так солнечные панели построим. Для того, чтобы здесь нормально смогли заезжать, выезжать. Те дроны. Так. И здесь, конечно же, нужно построить собственную батарею аккумуляторную. Я думаю, так же вот её где-то сделать здесь. Для того, чтобы она накапливала электроэнергию. Пока с этим разобрались. Что у нас с людьми? Один уже бездомный. Настолько быстро у нас рождаются дети? 22 запчасти. 22 запчасти. Это как в песне. Отлично. Тогда давайте посмотрим, что у нас с вехами. Что мы тут можем сделать. Все задачи организатора. Сканировать все секторы. Давайте посмотрим, что у нас со сканированием секторов. Так, идёт пока сканирование. Всё, пока здесь нормально. И я думаю, что мы сможем сделать эту тоже веху. Просканируем все секторы. Здесь не хватает жизнеобеспечения. Всё очень замедлилось. Как у нас... Давайте по порядку пройдёмся. Здесь что он делает? Всё, отсюда можно уезжать. Не надо тебе. Давай, езжай наверх, чтобы обслуживать бетонный завод. А то он может и замёрзнуть, кстати. Слишком далеко. Стоп, что случилось? Почему он не работает? Всё нормально. Он всё работает. Просто не обслуживается дронами. Здесь и здесь две свалки есть. С этим тоже всё в порядке. Здесь у нас, кстати, нет защиты. Давайте поставим от ураганов и вихрей какой-нибудь микрокупол, например. Вот так вот заглушим его. А то кинуться сейчас сразу нам всё делать. И нам нужно построить вот этот вот 26. Да вы с ума сошли. 26 бетона, которого у нас и так нету. Ой, как всё плохо-то. Давай, мой друг, выгрузи вот здесь вот всё. Даже можно было здесь выгрузить. Езжай-ка ты за бетоном, который, я надеюсь, в огромных количествах здесь уже есть. То, что одна без жизнеобеспечения, нас не волнует, потому что там пока ещё нет людей. Это не страшно. Я думаю, всё-таки, ну, совсем уж медленно так невозможно. Два сола осталось до конца мороза, аномального холода. И всё, приезжаем сюда, забираем весь бетон, выгружаем здесь этих... Вовремя мы успели. Кстати, шлак заполнен полностью. И вот эта постройка, вот эта постройка скоро тоже сломается. Да и все остальные тоже. Поэтому всё сделано вовремя. Как у нас электроэнергия 15 приоткрытых. Пока всё тоже хорошо, но вот этот купол начнёт сосать тоже электроэнергию. Вот этих двух явно не хватит. Смотрим, у нас 31 бетон. Да, один купол без жизнеобеспечения. Очень медленно строится этот переход. Смотрите, как красиво. Там уже работает транспортная лента. Здесь прилетела ракета. Я думаю, её надо где-то высаживать в таком месте, чтобы... У нас теперь две ракеты получаются. Ведь эту ракету как бы нам подарили. Выходит, что так. И мы не можем нигде высадить. До зелёного нам хватит, да? Да далеко будет людям бегать. Дело в том, что мы должны сюда загрузить будем сейчас людей. И эти люди должны будут... Так, здесь у нас что происходит? Здесь у нас идёт заправка и сбор экспортных ресурсов. И мы готовим эту ракету для отправки на землю. Некуда. Вот дожили. Вот это у нас колонии. Суперкомпактная колония. Что мы не можем даже посадить ракету. Вот если здесь сейчас убрать этот купол, то вот сюда, вот до вот этого места, ну, примерно до середины купола, мы можем высадить нашу ракету. Поэтому давайте сразу же её сейчас попробуем прикинуть. Всё, да, она здесь по-любому поместится. Правда, она загрязнит нам всё. В частности, загрязнит. Вот так уже не загрязнит. Вот этот вот ветрогенератор. Всё, здесь ракета сейчас сядет. И к тому же люди рядышком. Мы её сейчас отправим на аномалию. Купол безжизненный. Ну, достроили вы или не достроили? Ну, слава богу. Сколько же можно было ждать? Всё, здесь строим пандус. И купол. У нас, я думаю, будет сейчас огромная просадка в аккумуляторах. Где у нас ближайший аккумулятор? Смотрим. Ну, в принципе... А, хотя да. Хотя да, огромная, действительно. Сейчас вот эту солнечную панель ещё построим. И построить, наверное, нужно ещё где-нибудь вот здесь солнечную панель. Так вот построим. Так, а здесь, я думаю, так уже ускорили. Нормально. Ну, один солото мы по-любому доживём. Если даже что-то случится, нехорошее, то как-то мы сможем пережить. Гуманитарная ракета нам идёт с металлом. А что за металлом? Этому у кого-то выпросили металл. Зачем? Ну, ладно, лишний металл не бывает. Гуманитарная ракета отправляется. Давайте для того, чтобы отправить эту гуманитарную ракету, соберём, наконец-то, оставшийся металл. Сектор сканирован. Одна постройка не работает. Один сол всего остался. Всё очень неплохо. И у нас теперь получается, что у нас две ракеты. Да ладно. Да, у нас две ракеты, обе на Марсе. Эх, можно было эту ракету. Но у нас уже села ракета. Так, энергия. А как мы эту назвали? А эту ещё никак не назвали. Давайте её назовём. Так, если у нас энергия, то эта ракета пусть будет у нас прогресс. Большими буквами. Всё, это будет энергия и прогресс. Итак, энергию мы сейчас отправим вот на эту аномалию. Давно я уже хочу это сделать. Не на эту. Вот там, где пять человек. Вот. Пять человек, неважно каких. Отправить экспедицию. Энергия-заправка. И отправить. Всё. Поставим ей даже максимальный приоритет. Он уже стоит. Мне не нравится, что эта постройка обветшала. Она скоро перестанет работать. Что это для её обслуживания? Два электроники. Хорошо, что мы вовремя привезли всю электронику. Сейчас она выгрузится. Так, давайте вот отсюда заберём всё. Ракета улетела. Да, ракета улетела. И я думаю, что здесь... Давайте прикинем какое-нибудь предложение. С чего здесь у нас есть? У нас здесь есть 26 металла. Много полимеров. Так, ну давайте посмотрим. Во-первых, преобразуем в торговые предложения. И предлагаем металлы, бетон, пища. Кстати, пища. Здесь вроде бы была пища, я помню. Да, у нас здесь много пищи. Меняем пищу на... На что они ссылаются? На бетон. Нам нужен бетон. Да, давайте поставим пищу на бетон. Я думаю, кто-нибудь, если согласится, то и уменьшим. Вот здесь мне предлагают сюда, например, уменьшать. Например, делать 30 или 40. Пусть будет 40. Все. Осталось 20 часов до конца нормального холода. Мы его пережили, слава богу. Я бы даже сказал, неплохо пережили. Да, были некоторые ошибки, но я не переигрываю никогда. Играю все с первого дубля. И жилой комплекс мы построим прямо где-нибудь вот здесь. Потому что у нас уже два человека бездомных. Так, купол безжизнен. А тут-то что слово? Так, стоп, он замерзать начал. Не понимаю я. Вот же питание есть. Что происходит-то? Вот питание есть, купола. Нерабочие смены. Да блин, там уже столько забито. Что вообще происходит? Какой? Вот же, берите электроэнергию. Сколько хотите. Давайте пока выключим, чтобы... Нет, здесь что-то глобальное случилось. Это не связано с тем, что не хватает электроэнергии. То, что говорит здесь не хватает электроэнергии, связано с чем-то другим. Потому что вот я отключил машиностроительный завод, он больше 50 не потребляет. Тут бы хватило бы по-любому. Но, как вы видите, не хватает все равно. Так что это что-то другое. Давайте думать, что именно. А вот что именно. Постройка не из... Все, теперь все стало ясно. У нас сломался один из накопителей энергии. Его нужно срочно починить. Дроны. Вы совсем какие-то бестолковые. Вы ходите не на те работы, которые нужны. Вот ты, например, в первую очередь починить эту постройку. Я надеюсь, он сейчас догадается и починит ее. Тогда все будет хорошо. Тогда можно и завод обратно включить, чтобы здесь люди пришли. 28 запчастей, 19 электроника. Электроника у нас уменьшается. Когда она у нас изучится? Вот, завод электроники. 300... Что-то у нас все замедлилось. 605, в принципе, как и было, так и есть. Но пошли науки уже такие емкие. Поэтому у нас вот идет такое замедление. Я бы что еще сделал? Так как я планирую делать две фермы. Одна уже есть, а вторая будет в новом куполе. То нужно будет... А здесь-то что? Склад шлака заполнен. Не хватает. Вот прям не хватает. Высокая загруженность. Здесь двухкоординатор. Выпускаем. Сейчас он, я думаю, разгрузит здесь все. Все, отремонтировали, слава богу, здесь нормально все. Пошла электроэнергия. Только что-то очень прям мало она пошла. Здесь поставим тоже приоритет. И разгрузит, нет? Он он куда-то понес уже. Куда он понес? А, он будет ремонтировать постройки. Ладно, хотя бы так он сможет разгрузить вот эти вот запчасти, которые здесь скоро забьют уже, между прочим, скла. Или уже забили. Эта постройка обветшала. Постройка неисправна. Произведите ремонт с помощью бетона. Отлично. Ты где у нас, друг, стоишь? Ты у нас здесь стоишь. Бетона у тебя, естественно, нет. Но тогда ты выгружай просто вот здесь вот. Все. Это неправильно. Это неправильно так делать. Хотя бы, ну, хотя бы нужно склад тогда универсальный поставить где-нибудь. Вот здесь, к примеру. И тогда здесь на склад все выгружай. Это будет более правильно, хотя это тоже неправильное решение. У нас что-то перестал кислород. Так, кислород ноль. Бак требуется металл. И здесь требуется металл. У нас штука закончилась. Не может здесь закончиться металлы. Вот они. И у нас до всего достает. А, потому что мы поставили максимальные приоритеты. Поэтому сейчас все дроны направлены именно на обслуживание энергии. А прогресс пока ждет просто своего часа. Его надо уменьшить приоритет, чтобы на него вообще не отвлекаться. Вот так. И еще и купол сломался. Класс. Требуется один бетон. Поехали за бетоном. Я надеюсь, что здесь его просто теперь навалом. Навалом-то навалом. Только сейчас это построится. Все. Так. Во-первых, отключаем. Отключаем вот этот вот накопитель энергии. Он нам больше не нужен. Во-вторых, сейчас мы весь южный район тоже возьмем и запустим. Тот, который у нас делает топливо. Так. Все привезли. Здесь выгрузили. Так. Общая подготовка сделана. Теперь мы деньги. После денег завод электроники. Пока все вроде бы даже, я бы сказал, хорошо идет. Так. У нас уже два человека бездомных. Здесь все так же у нас хорошо. Вот эту построек нужно обязательно починить. Почему они так тормозят? Скоро будет минус три кислорода. Сейчас будет кислородное голодание. Но вот у нас здесь еще есть. По чуть-чуть совсем не бывает. Так что ничего не случится. Неработающих построят пять. Раз. Что случилось? Склад шлака заполнен. Вот же. Можете увозить шлаки отсюда. Давай забери отсюда ресурс. И отвези его вот сюда. Чтобы хотя бы он начал работать. Загадочная ракета. Еда на Марсе выращивается в строго контролируемых условиях. Поэтому все потрясены тем, что съедобные растения оказываются прожжены какой-то болезнью. Так ведь мне же написали, что все было проверено. Ущерб нанесен значительный. Производительность фермы будет серьезно снижена, пока мы не устраним болезнь полностью. Потратив много времени на поиски причин загадочного заболевания, вы узнаете, что она искусственное происхождение. Это тайные диверсии против вашей колонии. К сожалению, не дается установить, кто виноват. Мы подозреваем, что это как-то связано с загадочной ракетой. Все фермы, включая гидрополные, работают менее эффективно в течение 10 сунгов. Посмотрите, ракета была огромная ошибка, которую мы будем сожалеть очень долго. Замечательно. Замечательно. Причем, знаете, я играл, ну, естественно, на максимальном уровне сложности. И не первый раз, и в том числе и на этой карте. И у меня уже было вот такое вот испытание. И причем не раз, раза три, наверное, было вот с этой загадочной ракетой. И все три были положительные. И вот мне пишут, мне везет, у меня классно попадаются науки, со мной все торгуются. Мне везет. Ну, ребят, ну как же тут может везти, когда вот такие подлянки постоянно в игре происходят. Вот просто постоянно. Может быть, вы замечаете только все хорошее, а плохое не видите. Обычно наоборот всегда, между прочим, люди всегда видят плохое, а хорошее, к сожалению, не замечают. Хорошего в нашей игре довольно много. Где аномалии? Нет, опять не в доступном для нас месте, к сожалению. Пока мы туда не можем себе позволить. Хотя, смотрите, если у нас сейчас... Почему запчасти ноль-то? Не понял я юмора. Вот у нас завод запчастей. Вот он сюда вывозит эти запчасти. Деокоординатор. Здесь у нас бетон сейчас, кстати, 20 осталось. Закончится? Да, закончится. И мы тогда здесь все заглушим, разломаем. И будем делать все внизу. Так, у нас 300 миллионов. Нам вроде бы не хватит. Челнока. Что у нас с ракетой? Гуманитарная ракета движется к Марсу. А у нас что, еще до сих пор не запустилась наша ракета? Нет, не запустилась. Вот, 40, 45 и 45. Очень надеюсь, что сейчас нам повезет. Почему никто ничего не делает из дронов? Ну, потому что я поставил максимальный приоритет энергии. Давайте уж ее действительно отправим. И будет все у нас хорошо. Все постройки поломались, но теперь не так страшно. Это кто прилетел? Ребят, мне сажать вас просто негде. Ну, давайте одну посадим здесь, а вторую посадим вот здесь. И сюда потом привезем. Что у нас? А у нас и топливо здесь заканчивается. Просто отлично. Что-то они совсем медленно работают. Металлы. Металлов нету. Так, ты где у меня, друг? Надеюсь, ты рядом. Давай вот тебе возьми металла. Много не надо. Хватит ей совсем чуть-чуть. Вот сюда металлов привезешь. Почему-то загрязнения какие сильные. Почему-то пандус не строится. Что тут случилось? Нерабочие смены. Я понял. Кстати, мне знаете, как предложили? Смотрите. Вот так вот открывать, а вот так вот закрывать. И тогда будет рабочая смена. Для продолжительности работы требуется за металл. Вот я привез металл. Берите на здоровье. Вы где, дронуты? Сообразите, что металл рядом стоит? Ну, наконец-то сообразили. Дальше еще, я думаю, взять металлов чуть-чуть и привезти сюда. Вы куда повезли? Куда он повез металлы? Вот так, интересно. Ладно, у нас пока с запчастями, смотрите, аж 30. Здесь люди пришли. Детишки сюда пришли. Ну что ж, дети, давайте посмотрим, что мы для вас можем сделать. Мы можем поставить вам игровую площадку. Кстати, мне кажется, я делал уже одну игровую площадку где-то. Нет, к сожалению, не делал. Сколько она требует? А, всего лишь полимеры. Да, я согласен. На полимеры я согласен. Что еще? Школы есть, университет, институт Хокинга. Все, дети, больше для вас здесь ничего нет. А я еще вам построю здесь какой-нибудь сад, чтобы вы могли где-нибудь гулять и отдыхать. Но на него вроде тратится 4 бетона. Ладно, как-нибудь справимся. Здесь поставим максимальный приоритет, чтобы нормально все переезжало. У нас уже 101-й соул. Мы зиму пережили. Я поздравляю, друзья. Мы отлично с вами пережили зиму. У нас пока очень даже неплохо. С какими проблемами мы только не сталкивались. Все мы их потихоньку-потихоньку решили. Метал-инстрактор склад шлака заполнен, но почему-то дроны вообще не чешутся даже. Так, здесь что у нас идет разгрузка пищи. Так она же заражена. Вот что? Эта игра противоречит сама себе. Они сами только что сказали. Так, вот, мы изучили 3500 очков науки. Марсианские патенты сразу выучили. Это, видимо, аномалия. Да, аномалию мы сделали. Классно. Очень классно. Не зря мы отправили туда 5 человек. Сейчас они высадятся. Их надо идти вот здесь высадить, чтобы они заселили вот этот вот у нас купол. Так, что тут с детишками? С детишками все пока не радостно. Но хорошо у нас хотя бы электроэнергия накопилась. Нормально. Вода у нас есть. И, кстати, с водой так себе. 324. Кстати, у нас засчиталась та самая еда, которую нам привезла вот эта ракета. Но нам только что сказали, что она заражена. Мы ее, тем не менее, будем есть. И вот здесь уже тоже сейчас проблема будет. Ее не выгружают. Дроны совсем что-то делают другое. Вместо того, чтобы работать на тех местах, на которых нужно, они только шлаки всего лишь развозят, вывозят. Загрязнит она нам все знатно. Ладно, беру под свою ответственность. Не ругайте меня. Загрузили металлом. Да, загрузили металлом. И я думаю, вот этот вот координатор можно отсюда забирать. И его увозить вот сюда. Тем более, тут, смотрите, все опять забилось. Нам хотя бы оставшиеся 20 бетона нужно доделать быстрее, как можно быстрее. Едешь, едешь. Все, выгружаем. Здесь что у нас взяли мы? Взяли здесь мы еду. Еду мы выгрузим сюда. Сделаем склад дополнительно еды. Все, выгружаем. Проблема загрузки. Дрот. Нерабочие постройки. Ну, сейчас они заработают. Сейчас все будет хорошо. Все, склад шлака у нас есть. Свалка с шлака. Сейчас все разгрузят. Мы доберем этот бетон. Что у нас с людьми? Безработных нет. Свободное жилье есть. Пока все очень даже неплохо. Развиваемся мы гармонично. И нам надо... Да! Нам нужно исследовать завод электроники. Смотрите. Рожденные на Марсе не теряют душевное равновесие после бедствия. У нас скоро будут все рожденные на Марсе. А нам нельзя, чтобы они теряли душевное равновесие. И мне кажется, что-то пропустил важное в начале. Смотрите. Центр управления дронами. Сразу с двумя дополнительными штуками. Ну вот, можно еще самоходный ИИ. Но нам, я вспомнил, что нужно. Нам надо выпариватель срочно находить. Потому что наскоро закончится вода. И если закончится вода, то можно сказать, что закончилась и игра. Поэтому, что здесь наиболее важно? Этой технологии в базовых куполах, микрокуполах и цилиндрических куполах, повышенный уровень комфортности. Отлично. Это тоже хорошо. Покровная культура пока не критична. Почему? Потому что там мы соевыми бобами добиваемся. Поэтому поставим вот именно вот это. Все. Здесь у нас сколько там было? 686. Ого. У нас поднабились люди. Кстати, мне интересно, есть уже профессионалы? Может быть, где-то они подучились или нет? У нас все 61 без профессии. Пора учить марсианский университет. Тем более, да, давайте подумаем. Смотрите, завод электроники нужен обязательно. Это тоже нужно обязательно. Это тоже нужно обязательно, пока мы не найдем выпариватели. Здесь. Ну, спорно, но беды нас впереди еще ждут. А вот здесь вот так тогда сделаем. Лучше вот так. Тем более... О, это 10 тысяч? Нет. Тогда поменяем силы рожденных на Марсе. Вот так. Чтобы это было в конце, чтобы здесь быстрее все изучилось. Надеюсь, что все будет хорошо. Дальше. Сад мы сделали. Все мы сделали. Здесь сейчас увеличится средний уровень комфорта, потому что он становится единым. Так, почему у нас такой низкий душевный настрой? Мне это не нравится. 57. А тут сколько? Тут 60. Ну, это, в принципе, нормально. Нам бы еще в высотке бы в этой изучить бы такую специальную улучшение, которое дает рождаемость людей. Но пока у нас, смотрите, детки рождаются и так. Проверяем все. Транспортер почему-то стоит без дела. Он пищу у нас выгружает отсюда. Так, ракета прилетела. Загружается она редкими ресурсами и топливом. И вот что я вспомнил. Здесь действительно большую беду. Загружаемся. Поехали. Вот сюда. Начнем работу. Во-первых, включаем генератор стерлинга. Он и так работает. Во-вторых, включаем выпариватель. Для него нужны металлы. Металлы есть. В-третьих, включаем топливный комбинат. Для него нужна запчасть. Запчасти. А запчастей как раз и нет. Поэтому берем запчасти. Ты где, друг мой? Ты забрал отсюда всю еду? Молодец какой. Выгрузи вот ее здесь. И потом возьмешь запчасти вот здесь. Вот какие молодцы. Там опять начинает набиваться. Да, к сожалению, вот этот вот СУ. Я думаю, может его разломать и переставить пониже чуть-чуть. Тогда у нас до воды, наверное, не достанет. Нет, до воды у нас достанет по-любому. Да, наверное, сейчас я так и сделаю. Если только, конечно, у нас постройка СУ дронами выучена. Да, выучена. Сколько? 8 электроники. А при разрушении у нас будет сколько нам вернется? Я помню, половина возвращает. То есть, 4 вернется. Если мы сейчас завод электроники поставим, то не будет ничего критичного. 30 запчастей у нас есть. Кстати, как-то остановилось производство запчастей. Давайте посмотрим. 3, 1. Да, будет прибавляться. Будет нормально. Бетон у нас совсем все плохо. Ты что тут творишь? Ты приехал, начни работать. У нас, значит, будет 10 энергии. Это берет 5. И это берет тоже 5. То есть, электроэнергии нам пока хватит. Здесь заглушено. Воду я бы, кстати, тоже бы открыл. Ну, чтобы накапливалось. Потому что лишняя вода не бывает. Аномальные холода у нас только что были. Поэтому впереди вряд ли они нам грозят. Здесь, ну, конечно, они поехали на заправку. Ай, бестолково я сейчас поставлю. Минимальный приоритет. Я же вот поставил максимально. Здесь поставлено максимально. Но здесь ладно, пока не обязательно прям максимально ставить. Что ж вы не слушаетесь-то ничего почему-то. Сейчас они выйдут оттуда. Я им дам вручную команду. У нас где-то тут должны быть запчасти. Нам нужно их привезти с севера. Я как раз хотел вот отсюда взять запчастей. И перевезти их чуть-чуть пониже. Здесь у нас все... Да нет, одна запчасть есть. Пока все тоже нормально. Пандус построили, вот я вижу. Объезжать много приходится. Все довольно компактно. Я люблю компактность. Так, здесь мы выгружаем. И тогда вот здесь вот все пошла стройка. Вот здесь как раз нужно запчасти. Вода накапливается. Сейчас мы... Вернее, пока не накапливается, потому что еще не отремонтировали постройку. Вот выгрузили. Сейчас, я думаю, они быстро все сообразят. И будет все хорошо. Вода уже есть. Вот жалко, что нельзя переносить, выпаривать. Или что отсюда можно увезти. Я отсюда могу разгрузить вот это топливо. Для того, чтобы дроны этим не занимались. Чтобы им было побольше свободного времени. Так, сейчас ремонт как раз закончится. Отлично. Ну, я думаю, выгрузить сюда, потому что мы здесь будем ракеты высаживать. Раз у нас космодромы готовы. Там у нас постройка работает. Сколько там осталось? В 9. Я думаю, она сейчас доработает. Да, доработает. И не будем даже восстанавливать. Если вот здесь сейчас ломается, этого хватит. Он 5. Да, 5 потребляет. Ему одного хватит. Выработка энергии 20. С электроэнергией хорошо. С жизнеобеспечением хорошо. С водой пока тоже хорошо, но ненадолго. Почему? Да потому что я хочу вот здесь поставить. Еще одну ферму хочу поставить в жизнеобеспечении. Ферма где-нибудь вот в этом районе. Сделаем. Как у нас дела? Ого, 74 уровень комфорта. А здесь странно. Смотрите, почему-то здесь 74, а в остальных меньше намного. Интересно. 60. Нет постройки сферы услуги покупки. Может быть, ему просто 7 из 8 забито. Так, а что у нас? Сломался дом? Да, у нас дом сломался. Требуется для ремонта бетон. Бетон у нас есть. Значит, они ее построят. Ничего с ними, с такого плохого не случится. Дети. Так, у нас перестали рождаться дети. Непонятно. 20 марсиан. И мы теперь уже детей-то и не увидим. Вот, дети 6. А, постройка обветшала. Если не будет произведено обслуживание, нам нужно сюда привезти электронику. Так вот же есть электроника. До нее дотягивается основной координатор. Да, дотягивается по-любому. Эта клетка входит, значит, он дотягивается. Здесь у нас чего? Заправка ракеты. Мы все отсюда забрали. Нет, смотрите, осталось. Сейчас улетит первая ракета. Смотрите, если вот эта ракета нам сказали, что она нас подвела, и она какая-то плохая, у меня есть подозрение, что она взорвется на старте, и у нас пропадут экспортные ресурсы. Либо, если это диверсии, то у нас перехватят ресурсы, но нам как-то надо рисковать, нам надо деньги пополнять, у нас денег совсем мало. Здесь-то что случилось? Склад шлака опять заполнен. Ребят, вы чего совсем не чешетесь-то? Вам что, обязательно надо максимальный приоритет ставить для того, чтобы... Так, ты кто у нас? Ты у нас, ракета. Все выгружено, дронов нету. Все хорошо. Погнали. Давай, энергия готова. На старт. Здесь водонапорную башню, ну, конечно же, отремонтируют, я думаю, с этим проблем не будет. Так, школа, так до сих пор ее не отремонтировали, и у нас там, я вижу, забивается запчасти, и запчасти, между прочим, начинают почему-то уменьшаться. Было 30, стало 27. Правда, может быть, много ремонтов было произведено, это, конечно, одно. Но у нас вот здесь вот совсем плохо с дронами. Высокая загруженность. Здесь у нас... Завод заработал? Да, завод заработал. Ракета эта улетает. Сейчас и... То есть, один полимер сейчас разгрузит. Последний, и она тоже улетит. Пока все нормально. Здесь у нас все обеспечено. Кстати, накопитель энергии. Наверное, можно его включить на постройку. Да, на обслуживание полимер. Один полимер не жалко совсем. Пусть его отремонтируют, зато будет у нас здесь нормальный работающий аккумулятор. Мы здесь все добились. Поэтому я предлагаю что сделать. Давайте возьмем немножко металлов. И здесь все самостоятельно работает. Здесь сейчас все закончится. Все, один последний. Так, найдена одна новая аномалия. Неужели она аномалия нашлась? Нет. Хотел сказать, неужели она нашлась где-то здесь? К сожалению, нет. Но мы уже можем начинать задумываться о туннеле. Да, мы можем реально начать задумываться о туннеле. Давайте подумаем, где его можно сделать. Вот здесь мы совсем ничего не исследовали. Давайте основной упор сделаем наверх. Именно вот так вот. Чтобы здесь изучить все. Ну, пусть тут доизучается. Хотя можно вот так вот даже сделать. 7, 8. Вот, мы изучим весь верх. Посмотрим, может быть, мы здесь сделаем первый туннель. Здесь второй. Хотя здесь бессмысленно. Лучше делать, если туннель, то, наверное, лучше вот сразу в центр рывов. Здесь сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Не так уж и много. Лучше туда кинуть чего-нибудь. На челноке. Опять же, того же самого исследовательского дрона. 708. Пока все хорошо. Достроили нам? Сделали? Да, наконец-то сделали. Отремонтировали. Технарь. Выживаемость, спокойствие. Знаете, что я думаю? Поставить либо энтузиазм, либо набожность. Потому что технарь не так уж и часто у нас... Да, давайте поставим энтузиазм. Это будет лучше. Что у нас с электрической энергией? Ночью нормально. Такой вот критический запас по три генератора. По три солнечных панели у нас есть. Здесь мы должны соевые бобы, соевые бобы. И пока тоже соевые бобы. Почему я так делаю? Потому что, ну вот, видите, раз перескочил и ничего не сделал. Здесь тоже может перескочить и ничего не сделать. К тому же 60, если будет, то нам картошку здесь ставить нельзя просто. Так, один человек начал наконец-то работать. И думаю, с водой у нас сейчас... Да, минус два. Минус два. Нам надо срочно исследовать вот эту вот науку. Ну и в том числе нам надо срочно исследовать завод электроники, без которого у нас не будет самодостаточной колонии, к сожалению. Поэтому пока, я думаю, придерживаться того же самого плана. К тому же у нас, если только не считать воду, а что у нас стать с водой? Половина всего израсходована. Здесь все будет работать, ближайшие несколько солов. Пока все очень неплохо. Расход воды, да, есть. Вот здесь вообще уменьшаться начало. Одна постройка не работает. Какая? Забилась. Так, где у нас ближайший? Ты здесь. Иди сюда. Забери все вот здесь. Бетон. Побыстрее. Тут всего, ой, господи, 0,9 осталось. Нам надо это все разрушить будет. Я думаю, что вот что нужно делать. Для того, чтобы здесь все разрушить, надо привезти сюда до его координатора. И сразу выпустим вот этих вот маленьких дроников. Все, сейчас будет дневная смена. Ну, давайте вы где там едете-то, как долго? Все будет хорошо. Здесь опять начинает. Ну, вот отсюда, если что, мы можем брать. Торговый путь закрыт. Кстати, что-то никто у нас не соглашается на... А, мы же переделали. Давайте еще раз попробуем. Итак, я хочу отдать вам пищу, а взять у кого-нибудь, ну, хотя бы бетон. Да, нам нужен бетон. Пищу за бетон. Мне кажется, это хорошее предложение. Давайте посмотрим, как вообще дела у наших конкурентов. Итак, синие светило минус 1. Лучше не соваться. 8 и 9. Ну, давайте попробуем, конечно. Нет, здесь ничего нету. А здесь они сейчас обидятся. Особый ресурс. Полимеры. У них довольно много полимеров, между прочим. Можно было бы и запросить. Ну, ладно, не будем попрошайничать. Закрываем. И... Альфа, бета, гамма. Назовем это гамма. Так. Все назвали купола. Теперь у нас все, как вы сказали. Напоминаю, что это интерактивное прохождение. Что это значит? Это значит, что вы можете предлагать дальнейшее развитие этой колонии, а я буду слушать и все это внедрять. Вот все, что сейчас я в этой серии сделал, это все написали вы. Все предложения, которые вы мне сказали, я их все внедрил. И, в принципе, ни капли не жалею. Мне они все понравились. Все они были очень дельными и конструктивными. Даже те, которые были критические, они все равно были очень конструктивными. Они мне очень помогли. За что я вам говорю огромное спасибо за помощь. Кстати, кто может предложить решение вот этой вот проблемы? Не достает. Вот этот вот у нас координатор, циудронами вернее, не достает у нас до завода, к сожалению. Если только прям вообще вплотную к куполу. Кстати, это было бы очень прикольно. Давайте попробуем. Просто пока так сразу глушим. Смотрим. Не достигает. И не достигает. Вы знаете? И полностью закрывает этот купол. И этот купол. Опа. Стоп, 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 стоп. Что у нас тут происходит? Что у нас тут за ураганные метили? Я думаю, надо построить здесь купол для того, чтобы сбить этот ураган. Так. Где-то только что было. Вот, слишком. Да блин. Вот так. Все. И заглушим его. Да. Неожиданно здесь начался ураган. Хорошо, что мы это вот увидели в этот момент. Здесь все постройки сейчас доломаются. Так. Почему вы их? А. Потому что я не задал доломку до конца. И уж если ломать, так ломать, я даже кабель отсюда весь выломаю. Чтобы ничего вообще не было. Забираем ресурсы. Забираем все ресурсы, которые только можем. Запчасть забираем. И у меня, кстати, есть один гениальный план. Сейчас мы... А все что ли? Да, все забился. Ты, мой друг. Езжай-ка, ты вот сюда. Так. Тут нет ураганов и метелей. Нету. А где? Стоп. Проехали, что ли? Вот, проехали, да. Вставай сюда, выпускай дронов и строй здесь все. Это раз. Второе. Отсюда увози все вот сюда. Выгрузи. Я думаю, здесь надо поставить еще один универсальный склад, чтобы дрона не возили. Третье. Где ты у нас ешь? Так, главное, чтобы не попался под какой-нибудь полевик. 7 свободного, 0, 0. У нас этот купол наконец-то сработал. Смотрите, все зеленое. Здесь тоже начинает прибавляться 61, а здесь тоже 61. Медицинский центр полностью перезаполнен. И мне кажется, что нужно... Вот здесь я все-таки бы оставил одну клеточку. Давайте здесь вот подумаем, что в этом куполе мы можем построить. Чего здесь вот такого сильно не хватает. Во-первых, давайте посмотрим. Постройка сферы услуг отдых заполнены. Понял. Давайте здесь все-таки построим какой-нибудь бассейн, например, красивый. Вот, фонтан. Уместится? Да, уместился. Вот у нас здесь сад, здесь фонтан. Сектор просканирован, одна постройка не работает. А мы же ему дали. Странно, почему? Также в своих комментариях обращайте особое внимание на терапию стволовыми клетками. Если не ошибаюсь, она должна быть в биотехнологии. Но пока ее нам так еще и... Так, терапия. Нет, до сих пор она нам еще пока не выпала. Надеюсь, что она появится где-то здесь. Мы ее обязательно, конечно же, изучим в первую очередь, если она у нас появится. Сейчас мы доучим завод электроники, наконец-то. Опять у нас снизилась эффективность в первом куполе. Здесь у нас... Да, опять ушли ученые. И не понимаю, что опять не так. 21, 42. Ну, должно быть все неплохо. Здесь сейчас у нас будет фонтан. Улучшится у нас вот эта вот полосочка. Душевные равновесия. Что не так с душевным равновесием у этих людей? Давайте посмотрим. Вот что тебе не нравится? Работа в ночное время, в ночное время. Ладно. Надо самого маленького найти. Вот, самый совсем маленький. Работа в ночное время. Короче, все они плачутся о том, что все они работают вне купола, либо в ночное время. Вот совсем мало. Работа в ночное время еще и вне купола. Ну, убирать смены ночные я не хочу, если честно. Потому что они дают эффективную работу. Как-то, друзья, придется вам выживать. Давайте здесь посмотрим, чем люди недовольны. Здесь хороший отдых. Я думаю, да. Сейчас мы обеспечим ему. Смотрите, медицинский центр. Хороший отдых. Вот, обеспечим сейчас хороший отдых. И у них начнет все прибавляться. Да, хорошо, что мы поставили здесь именно постройку отдыха и физкультуры. Это очень хорошо. Смотрим. 31 наконец-то начинает опять. И уже, я думаю, задумываться надо о тоннеле. Сколько у нас? 30 и 80 бетона. Это мне напомнило о ДУ-координаторе номер 2, который что-то медленно, но верно делает. Так, здесь у нас можно взять, я думаю, парочку пока перекинуть их вот сюда, для того, чтобы они быстро все построили. Давайте, друзья, работайте. Вот так среднюю я скоро сделаю. У нас уже 106 сол. Пока мы решили проблему с жильем, с детьми и с едой, я надеюсь, решили проблему. Смотрите, 267. Здесь у нас сейчас картошка. Да, здесь все тоже прибавляется. Смотрите, у нас даже здесь немножко начало прибавляться. Еды на складе. Опять перестал вот перевозиться. Да что ж нам делать-то с этим? Смотрите, весь склад сейчас заполнится и завод встанет. А нам нельзя, чтобы этот завод остановил свое производство, потому что запчасти нам нужны. К тому же, не смотри, как тратятся сильно. Три производим, полторы тратим. Ну, мне кажется, это хорошо. Комфорт 78. Здесь, я думаю, сейчас комфорт начнет увеличиваться и душевные равновесия в том числе. Да, 62. Нет построек сфер услуг общения. Так, отдых мы сделали. Сейчас отдых начнет прибавляться. Общение. Но мы уже здесь ничего не можем поменять. Вот здесь же, насколько я помню. Да, вот общение. Все, понял, понял, понял. Сейчас мы даже вот... Да нет, пусть будет стандартное. Оно само сообразит все. Гастроном тоже сделаем стандартное. Я думаю, тоже все сообразит. Здесь, да. Все как бы у нас идет по плану. Все, сейчас будет нормальное общение. Люди будут общаться. Тут все автоматически будет регулироваться. Смотрите, здесь наконец-то снизилось. Здесь запчасти... Вот меня волнует очень, что запчасти накапливаются. И дроны их не вывозят. Вот это действительно плохо. Хорошо, хоть у нас пока-то нет проблем с электроэнергией. Электроэнергия у нас гармонично развивается. Здесь, что не так-то опять у нас в две смены. Я знаете, что думаю? Чтобы такого не было, нужно сюда построить аккумулятор. Да, это, конечно, может быть излишне, избыточно. Но мы будем и днем, и ночью. Так, и сюда нужно привезти будут полимеры. Вот так, я думаю, не дотянется. Нет, не дотянется. Так, что за ракета у нас готовится к старту? Ну, давайте на удачу отправляем эту ракету. Я сейчас даже сохранюсь, раз вы меня просите почаще сохранять игру. Так, 107-й сон. Вот так вот сохраним. Запускаем эту ракету. Я надеюсь, что она сейчас полетит. И с ней ничего не случится. Тем временем, мы берем чуть-чуть полимеров. А полимеры-то у нас, кстати, заканчиваются. Нам нужно сделать полимерный завод. Все, я понял. Нам нужно сделать полимерный завод. И вырабатывать собственные полимеры, а не возить их с земли. Кстати, это нужно было сделать уже довольно давно. Не знаю, что я тут тянул. Так, у нас топливо, кажется, перестало работать. Да, у нас опять перестало работать топливо. Хотя запчасти здесь есть. Здесь нет обслуживающего персонала. Все ясно. Давайте думать, что делать с полимерным заводом. Ставим на низкую скорость, чтобы и игра шла. И в то же время полимерный завод нормально построить. Итак, полимерный завод, он такой немаленький, насколько я помню. Вот он. Здесь у нас зона загрязнений. Здесь у нас зона людей. Вот если поставить его где-нибудь вот так, и вот от этого бака, чтобы он брал. Электроэнергия у нас здесь тоже будет. То есть здесь смогут люди ходить без проблем. Даже вот если его вот так вот развернуть, мне кажется, будет даже еще красивее. Так, где тут у нас с баком? Вот так вот. Мне кажется, это неплохая идея. Посмотрим, насколько хорошо добивает. Да, добивает. И давайте сразу же поставим здесь трубу для того, чтобы этот завод подключить. И здесь нужно еще и электроэнергию. Да, наверное, все-таки не самое лучшее. Здесь место было, к сожалению. Так, как тут лучше предпринять? Я думаю, вот так. Самое короткое расстояние. Так, а куда еще тогда мы можем поставить полимерный завод? Просто давайте прикинем, пока этот не построился. Здесь можем построить вот как-то так. А нет, здесь у нас грязь будет. Так не подходит. Здесь можем где-нибудь, вот даже вот так туда лицом поставить. Ну, тоже довольно далеко бегают люди. Если здесь где-нибудь поставить, давайте посмотрим. Так, здесь не смогут они выходить по-нормальному. Вот так. Нет, тоже это плохо. Плохая идея. Здесь грязь. Здесь подключение есть. Кстати, действительно можно сделать что-то наподобие вот так. Давайте подумаем. Здесь нет грязь. Грязь чуть-чуть, если сдвинуть. Давайте попробуем полимерный завод. Вот так, если то. Тоже грязь его задевает. Получается по всему, что полимерный завод мы поставили в идеальном месте. Лучше и не придумаешь. 32 запчасти. Что у нас с металлами? С металлами хорошо. Вода. У нас заканчивается почему-то вода. Я знаю почему. Смотрите почему. Потому что 2 плюс 2 – 4. И каждый купол 5, 4, 5, 6, 7. И у нас поэтому резко уменьшается вода. Так. Уже становится интересно. И еще сейчас полимерный завод заработает, кстати. Который тоже требует очень много воды. Что у нас как дела-то тут с полимерами, с этими, с выпаривателями? Может быть провести тогда трубу отсюда наверх? У нас здесь все-таки как-никак одна единица есть, за которой нужно будет следить постоянно. И здесь не будет обслуживания этой трубы. Что тоже очень плохо. Посмотрим. В жизнеобеспечении нет. Выпаривателей у нас нет. Везти с земли. Ну, я считаю, такой не вариант. Давайте посмотрим. Ага. Все ракеты у нас на Марсе. Так. А где они у нас все на Марсе-то? Вот первая ракета. Она летит. Они все летят обратно, в земле. А сейчас, кстати, денег у нас будет. Нормально. Можно будет заказать один выпариватель? Почему нам так до сих пор и не дали ни одного выпаривателя? Нам надо сухое земледелие выучить как можно скорее. Потом марсианское образование. 15 электроники. Да, у нас уже будет электронный завод. Сила рожденных на Марсе. Тут 10 тысяч. Да, это плохо. Давайте поменяем местами. Но все-таки это в конец поставим, потому что это наибольше всего. Так. Поэтому закрыть. Все пока неплохо. Энергия подлетает к земле. За ней и прогресс. Смотрите-ка, он не взорвался. Тфу-тфу-тфу. Летит пока. Все нормально. Экспорт редких металлов все меньше и меньше. 720. В прошлый раз было 912. Но напоминаю, что там было не 30, а 38 единиц редких металлов. Кстати, они должны у нас прибавляться. Да, они у нас прибавляют. И я думаю запретить в дальнейшем экспорт. Почему? Потому что нам нужно будет строить завод электроники. У нас здесь нормально работает научная лаборатория. Врачей тоже пока хватает. Смотрим, как у нас вообще с общим настроем купола. Общий настрой. 47 и 61 ничего не сдвинулось. Видимо, совсем прошло мало времени. Здесь пока тоже ничего хорошего. Вот этот купол у нас очень даже неплохо себя ведет. Тут есть все для детей. Молодцы, кстати, работники. Так. И здесь мы делаем это, в принципе, пока только для завода электроники. Вот этот вот купол мы построили. Ну и аварийно будем здесь строить разные здания. Например, вот что это? У нас один бездомный. Да ладно, такого быть не может. Здесь 28 из 28. 28 из 28. Вот колонисты. 8 из 14. Так что этот бездомный сейчас сюда придет и будет жить здесь нормально. Есть электроэнергия. Завод медленно, но верно строится. Бетона нету. Ты где, мой друг? Ты здесь. Собери-ка тогда весь бетон и перевези его наверх. Что у нас с другими колониями? Контакт не говорят. Особый ресурс. Полимеры. 163. Пока не надо. Здесь 10. Давайте посмотрим. Они обидчивые все, не хотят. Ну, давайте попробуем запросить ресурсы. Особый ресурс. Ничем они помочь не могут. Нужно было заранее посмотреть. Еще бы бетон. Он у них столько металла. Ох, куда же им столько металла? А здесь они сейчас сразу же обидятся. Но, может быть... Ну, давайте попробуем. Особый ресурс. Полимеров у них довольно много. Если я попрошу, они, конечно же, дадут. Но дадут мало. Штук 30 всего. И потом обидятся на очень-очень долго. Поэтому не будем рисковать. Спасибо, не надо. Оставим как есть. Здесь у нас прибавилось. 30, наконец-то, есть. Это хорошо. Для чего? Потому что, когда перейдет в ночную смену, надо, чтобы здесь было не меньше 30 заряд. Так, 4 постройки не работают. Какие? Так, постройка неисправна. Понял. Ты где, друг мой, едешь? Давай тебя ускорим. Ты езжай тогда, забирай здесь. А он, блин, вот опять проблемы. Сейчас забьется склад или уже забился склад. Так. Поезжай-ка-то тоже наверх. Сначала реши проблему с запчастями. Вот так придется пока делать. К сожалению, я пока не знаю другого способа. Если вы знаете, предложите, пожалуйста, в комментариях, как вот решить, чтобы отсюда забирались вот эти вот запчасти, которых не достает вот этот вот СУ-координатор. Есть у меня одно предложение. Вот, я его даже уже сделал. Здесь построить СУ-дронами он полностью у нас обеспечит и к тому же даст дополнительных дронов. Так, сейчас совсем с водой будет плохо. Да, сейчас с водой будет очень плохо. Я думаю, наверное, придется отключить этот полимерный завод, иначе у нас будет глобальный разряд. Купола останутся без воды, и это может привести к необратимым последствиям. Берем здесь запчасти, ввезем все это вниз. Полевая буря. Классно. Это даже интересно. Так, выгружай все сюда. И потом загружай. Так, микропроизводство. Все, электронику мы сделали. Сейчас у нас уменьшится потребление воды в фермах. Это тоже хорошо. Ставим завод электроники. Пора его уже ставить. Я думаю, полимерный завод все-таки надо отключить. Что у нас здесь с куполами? Минус один с выпаривателями. Как у нас дела? Никак с выпаривателями у нас дела, к сожалению. Четыре постройки не работают. Замедляемся. Первая постройка выпариватель. Накопитель, накопитель энергии, топливный комбинат и водонапорная башня. Все здесь. Все здесь. Сейчас у нас тут отсюда выгрузят вот эти вот запчасти. 28. Все-таки мы никак не можем... Но хотя бы мы с земли теперь не возим эти запчасти. И давайте думать, что у нас будет с полевой бурей. Во-первых, с полевой бурей выключатся вот эти вот большие солнечные панели. Эти, кстати, останутся. У нас энергия пока полная накоплена. Здесь, кстати, как тоже полная. И я думаю, вот здесь надо тоже, пока есть возможность, поставить здесь еще один накопитель энергии. Вот так вот поставим его перед входом. А если нет, здесь не надо, потому что он там будет загрязняться. Вот так вот. И ускорим даже, чтобы быстрее сделался. Через 20 часов успеет. Он даже, я думаю, зарядиться, скорее всего, успеет. Теперь завод электроники. Ставим здесь завод электроники, производство, электроника, обычный завод, нормальный. Ставим вот так напротив этого дома. И сюда достает. Да, конечно, достает. Все нормально. Для его постройки нужно 15 электроники. Стоп, тогда глушим. 15 электроники. Нам ее брать неоткуда. Просто неоткуда брать. Конкурента нам не дадут. Значит, нужно привезти ракетой. Грузовой ракетой. Мы что-то хотели этой ракетой привезти еще. Во-первых, давайте возьмем электронику. 10, 15 хватит. И у нас еще есть деньги. Я хотел еще один ДУ-координатор. Для чего? Чтобы ими управлять. Давайте попробуем. Эх ты, 400, так дорого. Это очень дорого. Но зато у нас будет работать один координатор там внизу обслуживать. А другой координатор будет обслуживать топливный склад. Мне кажется, может быть, мы даже где-то построим отдельную. Или все-таки ездить. Или построим отдельный купол где-нибудь. Сложно. Очень сложно сказать. Мне кажется, ДУ-координатор все-таки пока не нужен. Ой, пока в смысле не нужен ДУ-координатор. Лучше взять электроники побольше. Вот так вот. И может быть даже дронов. Парочку. Вот у всего 90 миллионов. Вот так вот давайте возьмем. Я бы еще, конечно, бетон с земли привез. Но у него цена будет увеличиваться. Здесь 70, здесь 90. У нас есть бетон. Все. Вот так вот. 20 электроники. 25 электроники. И три дрона. Вот так. Все. Запускаем к земле. Если что, здесь какие-нибудь планетарные аномалии вдруг возникнут. Одна у нас, правда, вот осталась. Никто не хочет сюда отправлять семь охранников. Скорее всего, ни у кого просто и нет. То мы быстренько отправим все. Я думаю, правильно, что мы ее отправили к земле. 25 электроник сейчас привезем. Здесь наладим производство. Все у нас будет хорошо. Пока мы никак не можем выйти вот из этой вот непонятной ямы самоокупаемости. Ты у нас что сделал? Ты у нас можешь загрузить весь бетон, чтобы здесь случайно не заполнился весь склад. А он сейчас уже заполнится. Четыре постройки какие-то не работают. Это все здешние. Кстати, раз уж мимо проезжаем, давайте заедем сюда и все исправим. Вставай сюда и там ты уже сообразишь. Полевая буря через 19 часов нам она не страшна. Почему она там генератор стерлинга? Вода не будет работать. Поэтому строить бессмысленно. Воды не будет. Здесь у нас в баке сколько? А, полная. В принципе, вот эта постройка может работать. Давайте ее на максималку. Это пока тоже на максималку. А выпариватель не нужно. Потому что сейчас начнется полевая буря. Он у нас работать не будет. У нас пока отсюда будет брать. Все? Вы где, друзья? А, вот дроны пошли работать. Все как бы здесь нормально. Так, что он забрал здесь все и забирает здесь. А, и у нас перестанет работать вот этот вот бетонный завод, к сожалению. Там минус две воды. Это прям критично. Электронику. Ну, пока не можем мы так тратить электронику. К тому же вот это, я насколько помню, тратится по две электроники. А надо держать обязательно в запасе. Здесь... А, я понял, почему я ступил-то. Все, нужно будет сейчас тщательно следить вот за этим моментом. От смены к смены переводить людей. Да, я пропустил, наверное, соло-три. К сожалению, я думаю, почему у нас не прибавляется запчасти. Теперь все понял. Ну, хорошо, хоть они и не убавлялись. Дети. Что не так с детьми? Так, где у нас детки-то? Смотрим. Вот, дети пять человек. Почему-то они не хотят учиться. Все пять. Раз, два, три, четыре, пять. Почему они не ходят в другой купол? Если мы сейчас разрушим его, то сколько мы вернем? Три электроники. А если мы построим новый, вот здесь вот, то сколько это будет? Шесть. Соответственно, я так понимаю. Правильно? Да, правильно. Шесть электроники. Кстати, можно разменяться на три электроники. Не критично. Зато дети будут здесь обучаться. Здесь такой будет купол обучения. Мы здесь поставим марсианский университет. Здесь построим школу. Жалко, конечно, вот эти вот затраты, которые я здесь понес. К тому же сейчас нет. Смотрите, тут будет два электроники. Все, все, все. Смотрите, сейчас он сломается. Я решил. Дело в том, что эта школа сейчас сломается. Мы лучше ее сейчас разрушим. Получим три уже вот отсюда. И два не заплатим за ремонт. А мы школу построим здесь для того, чтобы детишки здесь учились на пятерке. Вот здесь вот так поставим. Достает. Ну, конечно, думаю, достает. Да, достает великолепно. И даже мы, если хотите, можем поставить здесь максимальный приоритет. Через 13 часов начнется полевая буря. Что с транспортером-то случилось-то? Отлично. Отлично. Просто класс. Не хватало нам еще вот этого. А здесь мы не можем ничего поставить. Как тут поставить, чтобы... Где-то сейчас был такой момент. Вот. Все. Едем сюда, ремонтируем. И перевозим. Хорошо, хоть на его ремонт не тратится ничего. Просто отремонтируется этими дронами. Быстро. Так как надо заглушить, потому что они сейчас... Да, они первым делом начинают строить эти купола. Здесь заглушенный, да, заглушенный. Хорошо. Все, погнали наверх. Даже можно сюда. Здесь не надо ничего. Езжайте тоже сюда. Нам надо успеть здесь наладить производство. Так. Слишком далеко. А он уже начал работать. Да, выпариватель через 5 часов уже бессмысленно будет его ремонтировать. Поэтому мы его заглушим просто. Отсюда берет воду. Да, отсюда берет воду. Это нормально. Минус 4 воды. У нас по полной заработал вот этот вот полимерный завод. Так, стоп. Здесь мы переставляем. Так, так. Все. Отлично. Сейчас начнет прибавляться. Здесь полимерный завод. Первая смена. Тоже все хорошо. И потребляет он одну единицу воды. Так, с водой лучше не шутить. Да, с водой лучше, конечно, не шутить. Так, новая мессия. Давайте посмотрим, что это такое. Религиозный пророк пытается защитить наших колонистов, затащить наших колонистов в свою секту. Япония не стремится контролировать своих колонистов, поэтому среди них появляется самозваный мессия-чудотворец, который собирает вокруг себя все больше и больше посредователей в каждом из посещенных куполов. Теперь эта мессия собирается навестить и нашу колонию, и привести ее жителей к истинной вере. Аум Синрикё вспомнил, как это называлось. Пророк хочет, чтобы ваши колонисты покаялись и начали жить лучше. Итак, смотрим специальные сначала сразу. Вот, религиозные. Никто не ожидал марсианской инквизиции. Вы получаете колониста с чертой святость и двух набожных колонистов. Так, то есть это что-то хорошее будет, должно нам дать хорошее. Дальше. Если мы не новый ковчег, мы примем это учение в качестве официальной религии. 20% всех набожных колонистов становятся ренегатами. И вы получаете колониста с чертой по образу и подобию. И набожных колонистов нет, нам это нафиг не нужно. Дальше. Ты не пройдешь в доступе отказанно. Вы теряете 10% колониста с чертой набожность. Отношение минус 25 с Японией. И первое. Вы получаете колониста с чертой по образу и подобию. Колонистов с чертами набожность и ренегатство. И плюс 25 отношение с японцами. Так, набожность и ренегатство. Ренегатство – это плохо, набожность – это хорошо. 25% всех набожных колонистов становятся ренегатами. А сколько у нас набожных колонистов? Я даже, честно сказать, не знаю, сколько у нас набожных колонистов. Конечно, мы их брали, и даже довольно много вроде бы брали. Но я правда не знаю, что тут делать. Такие решения, вот одно из, наверное, это самое труднейшее решение за все четыре серии. Смотрите, получаете колониста по образу и подобию с чертами набожности и ренегатства. Отношение плюс 25, ренегатство 12. Ты не пройдешь, вы теряете 10% колониста с чертой набожности. А знаете что? Да и пусть они нафиг уходят. Вы теряете 10% колонистов, и отношение ухудшается. Либо вы получаете колонистов с чертой по образу и подобию колонистов с чертами набожности и ренегатства. Ренегатов нам не нужно. 12 человек ренегатов мы, кстати, получим. Это по-любому не нужно. Давайте, все, в доступе отказано. Уходите. Сколько у нас стало? Да ничего, кстати, не уменьшилось. Как было 65, мне кажется, так и осталось 65. 28. Тут один человек ушел. А тут, мне кажется, даже наоборот стали люди прибавляться. Нет, все нормально. Правильное решение я выбрал. Надеюсь, что правильное решение. Пылевая буря все еще идет. Какие-то постройки у нас не работают. Вот, 19 построен. Панель, 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 панель. Так, пока только лишь панели. Да, и внизу. Вот жаль, что внизу. И Мокси. Мокси не работает. Стоп. Нужно принять решение. Во-первых, закрываем полимерный завод. Во-вторых, смену переставляем в машиностроительном заводе. И в-третьих, электроника у нас все уменьшается и уменьшается. Потому что мы вот здесь разрушили и ничего не забрали. Нет, все забрали. Они молодцы. Странно. Так, соевые бобы. Сейчас 10 штук. Так, замечена протечка. Ну, я думаю, сейчас ее исправят. Это не проблема. Большая полевая буря. Проблема. Так. От 2 Мокси и бетонный экстрактор. Мокси, я не выпурят. Не урожай. Где не урожай? А потому... Я знаю, почему не урожай. Потому что воды... О, стоп, стоп, стоп. Дошутился я с водой. Доигрался я с водой. И до беды довел эту постройку. К сожалению. Ай, жаль. Очень жаль. И у нас... А, нет, все нормально. Здесь тоже все хорошо. Я думаю, даже прибавляться сейчас будет. Не прибавляется, но и не убавляется. И сейчас сухое земледелие начнет по одному прибавлять. Это нормально. Дальше смотрим, где мы сейчас находимся. Мы сюда привезли чего? Бетон не сюда надо, друг мой. Бетон надо отвезти вот сюда, на север. Основное наше место обитания. Собранный неурожай. Понятно. Мало ресурсов воды. Понятно. Сейчас мы все застабилизировали ценой полимеров и ценой еды. Дальше. Что у нас? ДО-разведчик 1, ДО-разведчик 2. ДО-координатор. Здесь работает. О, топливо, кстати, начало нормально прибавляться. Здесь очень резко так все уменьшилось одно время. Сейчас все нормально опять заработало. Но выпариватель не работает. Так, получены деньги. Это наша ракета прилетела, как я понимаю. Да, мы же отправляли ракету на Землю. Давайте быстрее доучивайте. 680. Все неплохо. Мы правильное решение, слава богу, приняли по этим. Ом Синдрикё. И все. Нам не нужны эти сектанты. Вообще, какая религия? Когда мы уже до Марса добрались, люди... Вы чего? Совсем, что ли? 21 век на дворе. Может быть, даже уже 22 век тут. Скоро будем по Марсу. Яблони там будем выращивать. А вы все какие-то религиозные секты говорите. Так, проблема. Все, исследование завершено. Мы сходим земледельнее выучили. И смотрите, я думаю, сейчас у нас должна вода начать прибавляться. Смотрим. Да, прибавляется как раз на 3, они разбиты. Это единичка. Единичка прибавляется. Опа-опа, что там у нас такое? Кстати, здесь мы можем эти купола убрать, чтобы они нам больше ничего не напоминали. Ты где у нас? Съезди-ка ты тут рядом. А вот это уже рискованно. Забери вот эти все ресурсы. Особенно забери бетон. И тут где-то запчасть была одна. Нету? Нету. Ну ладно, от металла забери и бетон. Самое главное. Главное не попадись под эти метеориты. Это на разрушение поставим. Ах. Так, взяли. И вот это все тоже загружай. Отсюда все забираем и увозим. Все. Так. С этим тоже справились. Дальше. Полевая буря всего один день осталось. Это нормально. У нас ускоренная... Так, ракета до сих пор еще летит. Как же медленно. Просто мало запчастей. Что не так с запчастями? С запчастями. Вот что. Неправильно я сделал. Ну ладно, пришли на работу. Все в порядке. Так, у нас с электроэнергией прорван. Обезвоживание. Давайте посмотрим. Караул. Так, стоп. Что у нас не так с водой-то? Мы же воду застабилизировали. У нас она даже... Минус 7,8. А, протечка замечена. Так, понял я. Нужно... Ну, во-первых, уже ремонтирует. Слава богу. Нужно вот здесь вот где-нибудь было бы поставить. А здесь не получится. Все равно будет уходить. Вот здесь можно было бы поставить. Или даже вот здесь. Но тогда бы у нас труба бы так не соединялась. Да ладно, сейчас он заделает. Это быстро. Ну, давай быстрее то... Все, сделали. Сейчас, значит, да, начинает прибавляться. С этим вопрос мы тоже решили. Давайте посмотрим, как у нас... Опа, уменьшилось сразу. Здесь сколько? 65. Но это, кстати, прибавляется. 62 тоже прибавляется. Вот среднедушевные равновесия почему-то у людей. Нервничают люди. Я не знаю почему, что им не нравится. Опять замечена протечка. Ладно, это сейчас мы быстро исправим. Тут всего лишь нужен металл. Металл у нас есть. Бетон у нас внизу. Но он из-за полевой бури не вырабатывается. Так что, смотрите, я думаю, его даже без толку будет. Давайте посмотрим. Да, он тут ничего у нас не сделал вообще за всю смену. Вот только совсем чуть-чуть. Это не дело. Здесь топливо накапливается. Сами себя они все ремонтируют. Так, выпариватель нет. Но вода берется, если я правильно понимаю, вот отсюда. Она еще и постройка сломалась. Все отремонтировали. Еще одна протечка замечена. Что-то у нас прям все одновременно начало ломаться. Сектор сканирован. Замечена протечка. Неработающие здания. Два мокси. Так, что у нас с кислородом? Минус три. Половина бака. И осталось всего 18 часов. Да, нормально все справятся они. Их проблем не будет. Здесь у нас один. И смотрите. Раз, два, три, четыре. Я думаю, можно запустить... Ну, давайте все-таки поднакопим воды. Хотя бы до середины. После этого запустим вот этот вот полимерный завод, чтобы он начал нам выпускать полимеры. Пока расход идет два. А с этими... 18! Что вообще опять не так-то? Здесь все работает. Выпускает три. Давайте посмотрим. Три. У нас резко уменьшилось. А, потому что все одновременно начало ломаться. Я все понял. То есть мы попали под то время, когда у нас все начинает ломаться. Здесь мы открываем. Дети мы рады. Сколько у нас? Четыре ребенка. Все они здесь вот учатся. Технарь, я думаю. Хотя там сейчас как раз наука-то учится, да? Ну, не так уж она и быстро доучится. Но можно было бы уже увеличивать эффективность работы. И вот, кстати, институт Хокинга бы тоже бы поставить. Я бы его дожил. 15 электроники. Ой, как все плохо-то. Так, деньги у нас пока есть. С деньгами можно временно забыть про деньги. Это нам не нужен генератор. Вот, кстати, мы можем увеличить выработку ветряков электроэнергии. Либо нам надо выпариватель. Нам надо выпариватель. Поэтому делаем, ну что? Делаем практичные сельхозкультуры. Вот так вот. Нам надо выпариватель срочно. Нервный срыв. Ну что ж вы какие все психически больные-то? Все же хорошо. Подумаешь, какая-то полевая буря. Сколько у нас там уже на Марсе родилось? Мы же изучили науку-то. Мы изучили науку, которую... А, нет, еще нет. Душевного равновесия после бедствий. Нет, пока еще не изучили. Здесь ты все сделал. Вниз ехать бесполезно. Семь часов, шесть часов осталось. Хотя, наверное, можно уже ехать. Здесь все вот отремонтировалось. Здесь вода. Пока мы не можем. Нужно будет ее тоже сейчас отремонтировать. Через пять часов. Никто не хочет менять еду на бетон. Здесь у нас работа. Остался один час. Все, я думаю... А, хотя нет, неправильно. Все. Полевая буря закончилась. Здесь сейчас включаем. Ее отремонтируют. Она будет свеженькая. И после его отремонтируют. После этого мы уезжаем на бетонный экстрактор внизу. Ну, давай. Все, пошло. Раз, два. Все. Уходим вниз. Встаем сюда. И ремонтируем. Что здесь нужно? Здесь нужно запчасти. Я запчасти привозил. Да, одна запчасть есть пока. Как минимум. Так. Ракета какая-то готова. Это что-то... Подожди. Ну, как отменить ее? Отменим пока. Что она нам привезла, эта ракета? Она нам привезла 3 дрона и 5, и 25 электроники. Это хорошо. У нас электроника заканчивается. Эту ракету мы высадим вот на стандартном нашем месте. Единственном, которое здесь осталось. Два купола без жизнеобеспечения. Сейчас-то что не так? Вода-то у нас прибавляется. Что у нас здесь случилось? Что у нас начала резко убавляться вода? Смотрите. Раз, два, три воды. Здесь четыре. А, здесь один и два. Ну, все равно. А, все, 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 понял. Запчасти. Где здесь запчасти? Так, до сих пор тут не вывезли запчасти. Блин, придется вручную сейчас брать какого-нибудь дрона. Вот тебя. Хорошо заряжен? Плохо заряжен? Ты. Еще хуже заряжен? Ты. Ну, ладно, такое себе. Давай сюда. Вставай. Я почему не могу сразу ткнуть? Да знаю я, что нет воды. Сейчас приедет. Где дрон? Вот он едет, вижу. Стоп. Берем дрон уже внутри купола. Берем здесь ресурс. Вот, чтобы он взял его в руки. После этого едем ремонтировать вот эту вот постройку. Сейчас все будет. Только не нервничайте. Ну, сразу начали психовать. Я вам говорю, что сейчас все будет хорошо. Завод электроники срочно начинаем строить. Прям срочно. Я бы даже вот так увеличенный приоритет поставил. Так, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять. Полимерный завод пока, ну, никак не котируется. Все заработало. Вода и еда появилась. Я думаю, прибавляться начало. Да, по 0,3 нормально. Сейчас делается завод электроники. Что у нас здесь? Смена отрабатывает. Три своих запчасти выпускает. У нас просто одновременно все начало ломаться. Поэтому вот такая вот засада случилась. Кстати, что я думаю? Может быть, оставить их работать во все три смены? Вот так вот. Вообще с запчастями шутить нельзя. У нас как там с детьми? Так, у нас уже, а, два свободных жилья. Это нормально. Сколько у нас детей? Пять. Один ребенок еще родился. Это хорошо. Здесь почему-то только три. Вот. Детишки играют. Сектор просканирован. Давайте сразу зададим следующие сектора. Где тут ближайшие? Так, так. Так, так. И так. Вот здесь будет у нас проходить отдельное исследование. Здесь вот у нас валяется чуть ли не с самого начала игры наш челнок. Здесь все закрыто. Ждем какого-нибудь чуда, чтобы нам дали какие-то очки. Так, здесь мы переставили. Стоп, как это? Только что была первая смена. Как-то мгновенно прям просто. Вообще какая сейчас смена? Сейчас вторая смена. Для продолжения работы требуется металл. Не понимают дроны. Просто не понимают. Восемь электроники. Я думаю, придется нам вынужден построить вот этот вот соу-дронами. Здесь именно. Он нас стать, если что. И даже в воду забьет. Возьмет. Вот так. Здесь. Наверное, увеличенный. Вот пытаюсь я все увеличить и увеличить скорость. Но как только я увеличиваю скорость, проезд здесь еще сломалось. Две запчасти. Очень прям все у нас идет несказочно. Как ты там внизу отремонтировал? Да, все отремонтировал. Уезжаем, мой друг, наверх. Все-таки надо было пригласить второй вот этот вот координатор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы вообще считаете. Как тут дальше играть. И что можно предпринять вот с такими вот проблемами. Без толку я, конечно, переставил. Так, ты где у нас, мой друг? Ты здесь? Возьми здесь железо, который тоже заканчивается. И перевези вот сюда. Ну, во-первых, давайте сделаем здесь склад металлов. Вот так вот. Проедут? Да проедут нормально. Так, где ты загрузился? Хватит тебе загружаться. Выгружай сюда. Этого хватит. И все-таки нужно будет строить вот этот соу-дронами, чтобы здесь... И до количества дронов увеличилось. И в то же время все охватывало у нас вокруг. И мы здесь придется уже строить только маленький купол. А вот здесь мы можем, кстати, построить большой купол. Здесь требуется обслуживание. Давай быстрее, быстрее. Кто у нас там человек бегает? Что у нас с настроением? Здесь ужасно. 29,66. Кстати, смотрите, комфорт. Все это как-никак повышается. Все, марсианское образование мы тоже выучили. Отлично. Теперь мы можем учить специалистов. Давайте посмотрим, кто у нас сейчас есть. А у нас сейчас... Ага. Все 68 не учат. Класс. Строим здесь марсианский университет. Вот он у нас. 15 электроники. Что ж вы такое творите-то? Да. 15 электроники. Завод работать сейчас начнет. Может быть, ему поставить максимальный приоритет? Так. Пока. Чтобы здесь набились люди. Так. Постройка отключена. В школе детки учатся. Здесь все работают. Отлично. Ресурсов нет. Ты где тут, мой друг? Что с тобой случилось? Ты вывозишь? Вроде бы вывозит. Все делает. Он строит постройки вокруг. 21. Да. У нас и запчасти. Проблема с транспортировкой. Все как бы резко начинает ухудшаться. Так. Здесь у нас полностью забито. Нет, не полностью. И только двое детей. А тоже непонятно почему. Сейчас посмотрим. Детей три. То ли дети быстро вырастают. То ли что-то происходит. То ли они умирают. Это, блин, ну не может такого быть. Почему вы не разгружаете? Что вы делаете? Вот объясните мне. Что вы там носите? Бестолковые. Просто бестолковые. А ты что? Так. Тебя заправили. Три дрона здесь есть. Ага. Эти три дрона мы все заберем сейчас. Я пока что-то ни одного не вижу, если честно. Так. Где все дроны? Вот. Одного вижу. Второго вижу. Так. Они приписаны к энергии. Поэтому все их переприписываем вот сюда. Все. Энергия теперь освобождена. Погнали. Сейчас еще деньги привезем. У нас будет в районе, я надеюсь, двух миллиардов. Уже можно будет думать о том, чтобы что-то привозить с земли. И опять уменьшаются запчасти. Запчасти все уменьшаются и уменьшаются. Не могу понять, что происходит. Четыре производства. А на обслуживание один и три. У нас просто все подряд ломается. Да. У нас просто все вот, что только можно, у нас все ломается. Электроника. Электронику мы начали выпускать 0,7. Вот так вот, чтобы была единица полная. Чтобы мы одну электронику выпускали. И 0,6 у нас тратится. На стройплощадках 4. Сейчас сюда придет человек. Все, пришел. Опять нет единицы. Ну, тогда еще вот так вот. Так. Стоп. Смену открываем. Смену закрываем. 2,6. 18. 4 пока держатся. Придется за этим следить. Здесь тоже придется следить за этими людьми. Ладно. Посмотрим пока. Запчасти начали привозить. Я думаю, вот этот вот увидел. Что здесь уже имеются запчасти? Завод заработал. А, он у нас стоял. Он у нас простаивал все это время. Но сейчас будет все в порядке. И с бетоном. Как у нас там дела? Давайте посмотрим. С бетоном у нас все, в принципе, хорошо. Сейчас мы выгрузимся тут. Загрузим этот бетон, перевезем его наверх. И 5 построек. 4 постройки не работают. Сломался нужен бетон. Бетона нет. Второй нужен металл. Тут обслуживать некому. Здесь тоже нужен бетон. Ну, все понятно. И здесь нужно разгрузить. Все ясно. Мы едем уже. Я все это заранее увидел, к счастью. Поэтому заранее уже направил эту машину, чтобы забрать вот здесь весь бетон. Да и здесь мы сейчас весь соберем, перевезем наверх. 300 металла. Это плохо. Металл у нас тоже уменьшается. С едой у нас тоже не все хорошо. Пожалуйста. Особенно специалисты. А я заметил их довольно много. Читают, смотрят мою игру и пишут комментарии. Я их так называю отцы Surviving Mars. Посоветуйте, что можно делать, но с таким условием, что переигрывать я ничего не буду. Переигрывать я не буду. К счастью или к сожалению. Мы играем как бы такое интерактивное видео. У нас что тут с ресурсами опять какая-то заслана. Сосада. Только что была первая смена. Пока мы доехали до низу, уже третья смена. Так не бывает. Ребят, так правда не бывает. Это какой-то глюк в игре, что ли? Я не понимаю. Давайте оставим как есть. Ну, так не бывает, чтобы вот так раз мгновенно. И с первой на третью перепрыгнула смена. Ну что, хотите сказать, что три смены? Вот смотрите, он сейчас ехал снизу наверх. То есть сейчас должно пройти было три смены. Давайте посмотрим. То есть сейчас... Ну вот только утро наступило. Ну не знаю, не знаю. Если честно. Как-то так это не бывает. Здесь три... Семена... Один из семь. Да, у нас очень много на отслуживание уходит. Очень много. Еще и бомбардировка метеоридами. Прям совсем у нас беда. Мне нужны ваши советы, ваши секреты. Вода, слава богу, хотя бы начала прибывать. Но сейчас тоже все сломается. Здесь у нас как работает 14 человек. Анома... Опачки! Смотрите, друзья. Через один сол... Давайте подамедлимся. Через один сол нас ждет бомбардировка метеоридами и аномальный холод одновременно. И если бомбардировка еще может быть бить где-нибудь вот здесь, например, и это не будет нам страшно, то аномальный холод будет на всей карте. Но я думаю, что и бомбардировка метеоридами нас застанет где-то здесь. Поэтому давайте думать. Вы видите, до чего мы смогли развиться. У нас уже 115-й сол. На этом я хочу закончить это видео. Почему-то они очень медленно... Да, наконец-то вывезли. Вот. Заканчиваю. Четвертую серию Surviving Mars. Прохождение с дополнением Space Race на максимальном уровне сложности. Мы молодцы. Мы пока держимся. Уже 100 солов. И здесь в науках мы продвинулись. Очень далеко. Смотрите, кстати, новую дали. Приветливые соседи. Отлично. Кстати, надо изучить. Но я ищу, где здесь будут выпариватели. У нас пока с водой начинаются проблемы. Это у меня будет главная цель на пятую серию. Я жду от вас каких-то секретов, советов. Еще вообще помощи, чтобы электроника... Я думаю, у нас сейчас наладится. Да и я думаю, с запчастями у нас тоже все наладится. Просто из-за того, что мы туда-сюда тыкали, у нас нормальные люди не отдыхали. Потому что они, кстати, на самом деле, они устают. Они потом... У них уменьшается. Вот если сейчас здесь посмотрим. У них, как говорят, там работа в ночное время, там работа сверхурочная. У них будет все плохо. Кстати, если надо, можно будет вот здесь вот сверхурочное сделать. Но это тоже отрицательно сказывается. Полимерный завод, если что, мы построили. Ого! Две запчасти. Да. Никак мы нормально стабилизироваться не можем с запчастями. Почему-то. Почему пока понять не могу. Вот. И впереди нас ждет аномальный холод и бомбардировка метеоридами. На юге у нас... Так, мы здесь все обслужили. Да, все обслужили. Я перегоняю ДЭУ-координатор на юг. Вот сюда. Чтобы здесь он все сделал по-нормальному. Три постройки у нас какие-то не работают. Первая – водонапорная башня. Здесь мы тогда тоже все заглушим. Вторая постройка у нас, понятно, бетонный экстрактор. И третья постройка так до сих пор и не работает. Вот такие моменты. Кстати, еще же не началась бомбардировка метеоридами. Давайте я сейчас сохраню это видео. Специально сохраняем игру. 115-й соло у нас сейчас идет. Называем его ОК, как мы обычно все делаем. Вот ОК называем. И на этом я заканчиваю четвертую серию прохождения Surviving Mars на максимальном уровне сложности. Мне очень нужны ваши советы. Ваша помощь в этой игре. Потому что вроде бы у нас в середине игры все пошло очень круто. У нас тут было аж до 35. Если не ошибаюсь, было запчастей накопились. Потом вдруг все резко стало ломаться. Вода у нас закончилась. Люди начали психовать. Но сейчас вот слава богу, они вроде бы перестали. Правда, сейчас нас ждет и бомбардировка метеоритами, и аномальный холод. Вот. Поэтому пишите ваши комментарии, давайте советы, видео интерактивные. Я изменю, дополню что-то в этой игре. Если, конечно, еще что-то можно дополнить. В принципе, у нас все неплохо. У нас и детишки растут. Отлично. Вот опять 4 человека. Вот. Все у нас хорошо. И девочки. Кстати, одни девочки родились, мальчиков нет. На этом, друзья, все. Жду от вас помощи. С вами был Никодим. До скорой встречи. Удачи нам всем.